Трэшовый вкус, девятая часть, землетрясение в Японии внушает ужас. Такое название. Помню, еще на первых выпусках, или помню, даже на первом, я задавал вроде вопрос, нет, это не первый, второй, наверное. Когда они Японию обсуждали и жизни, я еще думал, что странно, что землетрясение не отметили, мне сказали, что там дальше будет выпуск, посвященный даже этому, ну, скорее всего, в каких-то рамках, но, да, все-таки он существует и правда, и они поговорят об этом, потому что все-таки, как говорится, и с детства, насчет Японии и землетрясений, да, это стандарт, шаблон. Все привыкли, что в Японии стрёмно, там землю трясет. Мне нравится давпанк, мне нравится, как звучит шум. М что? Прошу прощения, у меня потерялся мышка, я не мог мышку найти, настроить звук. Мне нравится давпанк, мне нравится, как звучит шум. Мне нравится шум, понимаете? Это странно? Я странный? Да, это странно. Ладно, я очень странный. Да, вот именно, ты сейчас описал музыку в целом, и мне кажется, самым примитивным и обезьянним из возможных способов. Это просто хуча звуков, соединенных вместе. А твои родители смотрят наш подкаст и комментируют каждую мелочь в твоем поведении? Моя мама сказала не подносить руки к лицу на протяжении пяти выпусков. Я пытался держать руки как можно дальше от своего рта. Моя мама как-то сказала, в том выпуске ты был в шортах, и теперь все знают, что ты был в шортах, кстати. Зачем ты носишь шорт? Мальчик в грязных шортиках. Откуда она узнала, что ты был в шортах? Я сам не знаю, наверное, было видно на одном из кадров сбоку. Она такая, ближе, ближе. Моя мама ругает меня каждый раз, когда я плохо отзываюсь о британской еде. Еще подумают, что обо мне не заботились в детстве, и постоянно кормили тостами с бобами. Но это же правда. Мам, добро пожаловать на очередной выпуск трешового вкуса. С вами ваш пацан, Коннор. Я забыл, что я хотел сказать. Вместе со мной Джои. С вами ваш пацан, потому что я забыл нужные слова. Это ваш пацан. Я с пацаном. Неважно. А также с другим пацаном. Пацаны-пацаны. Пацаны-пацаны. Скоро, кстати, будем смотреть. Это лучшая интро. Я ее просто, ну, знаете, у вас бывало, что вы ведете интро на Автопилоте, вдруг понимаете, что делаете, это не на Автопилоте. Продумывайте продолжение фразы, а потом лучше продолжу-ка на Автопилоте. Когда ведешь подкаст, во время обычного разговора, я знаю, начиная предложение, я обычно знаю, как я его закончу. Но на подкасте всегда надо закончить предложение. Даже если на середине понимаешь, что ты не знаешь, как его закончить. Надо что-нибудь сказать, потому что я молчал целых две минуты. И это слишком много. Но я не знаю ни как начать предложение, ни как его закончить, ни что из этого получится. Да, да, да. Да, ты прав, ты прав. Итак, джентльмены, как я полагаю, мы все недавно посмотрели «Гибель Японии» это удачное совпадение. Было удачное совпадение. Мимо. Мы смотрели его по отдельности, я не знал, что вы его посмотрели. Мы вообще-то не планировали смотреть его, но как оказалось, оу, мы все его посмотрели. Мы все включили Нетфикс, и такие, о, вот и посмотрим его. Аниме вышло недавно, с момента записи. Но для вас, возможно, пройдет. Оно вышло 3-4 дня назад? Да, 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 для нас. Эм, но... Надо бы вкратце рассказать о гибели Японии. Хе-хе, давай, Гигур! Обсуждать данное аниме. Половину я видел у тебя. А ее релиз состоялся на Нетфликсе, и, в общем, она про сокрушительное землетрясение в Японии. И после землетрясения Япония начала погружаться в воду. Да, для людей в Японии это экранизация, по сути, их тревожности. Чувак, ладно, давай прежде всего перед тем, как мы начали обсуждать, в самой первой сцене заиграл... Звук! Они включили. Звук настоящей сирены, который вы слышите. А вы... Не знаю, как вы, а я... Я проверил свой телефон. Да, я проверил свой телефон. Где мой телефон? И я выключил сразу, потому что вдруг соседи услышат. В панике решат, что началось настоящее землетрясение. Подо мной живут старики. Бля, напугало до усрачки. Я встревожился не на шутку. Самая первая сцена, в которой показывают землетрясение, я был впечатлён, насколько она была реалистичной. Понимаете? Потому что, наверное, я бы действовал так же, как и персонажи в этой сцене. Когда слышишь оповещение о землетрясении, и ты забиваешь, типа, а, хер с ним, наверное, слабая. Потому что, когда ты переживаешь 10 землетрясений в Японии... Это неизбежно. Да, это неизбежно. Тогда не обратишь на это внимание просто-напросто. К сожалению, к сожалению, по крайней мере, каждый раз, когда я слышу уведомления о землетрясении, у меня не получается забить, типа, а, наверное, слабая. Потому что обычно это происходит в 5 утра. Я посыпаюсь под это, черт побери. Представьте, вы сладко спите, вообще неважно где. На часах 4.30 и вдруг слышите этот тревожный звук. Ты слышишь только звук сирены. У них нету специальных сигналов на слабое и сильное землетрясение. Главное, чтобы ты был на готове. Знаешь, чтобы ты был на готове? Да. Прислушивайся к своему чутью, оно подскажет. Я ненавижу просыпаться под звуки будильника, если честно. Но когда ты просыпаешься, с мыслью, о, кажется, я могу умереть. Да. Это... Это еще хуже. Мне очень сильно понравилась первая сцена, потому что, ну, как ты сказал, она очень реалистичная. Да. Но первая серия, сука, была ничего. Очень даже. Но дальше, да, со второй серии резко. Как только я услышал этот звук, не знаю, я не самый тревожный человек, но... Я был как пещерный спанчбоб из мемы. Они включили ее три раза. Да, да, да. Я такой, да хватит уже! Пожалуйста, почему бы не включить, ну, типа, похожий сигнал. Можешь представить, особенно, когда в первой сцене началась вторая волна? Да, да. Думаешь, нечто подобное произойдет когда-нибудь? Ну, есть же много. Мне следовало бы подготовиться к этому выпуску, но некоторые ученые сходятся во мнении, что произойдет мега землетрясение в течение 30-50 лет. Что-то типа такого. Это закономерно, да? Потому что планета... Нет, не планета, единый континент Пангея разделился не в одночасье же, верно? Да, верно. И эти постоянно движутся. Вскоре произойдет нечто серьезное, этого неизбирать. Не важно, случится ли это в течение нашего поколения, поколения наших детей или даже прапрапрапраправников, это точно случится. Мега землетрясение, да. Мега землетрясение. Это интересная тема, изучать теории о том, что вскоре случится нечто весьма серьезное. Я не... Я не уверен, но, насколько я знаю, в Таиланде часто происходят землетрясения? Не особо. В Таиланде расположено на линии разлома. Вся страна вдоль линии разлома. Вы, ребят, помните свое самое первое землетрясение? Да. Это потому, что мы же из Великобритании. Это самое безопасное место на Земле. Да, да. Хочется спросить, у вас же нет землетрясений, да? Нет, в сравнении с остальными, мы находимся дальше всего от любых линий разлома. В Питер тоже довольно далеко. У нас просто... Рядом нет ни одной. Природных катаклизмов в Великобритании просто-напросто нет. Если только когда закончился чайно, Просто в Англии, в Англии, сейчас закончился. В Англии, надо очень-очень постараться, чтобы погибнуть от рук матушки природы. Да, постараться изо всех сил. Потому что в Австралии нет землетрясений совсем. Да, но тебя убьет все остальное. У нас есть лесные пожары и всякое. Ну и, конечно, местные животные, жаждущие нашей крови. У вас даже нет опасных животных, насколько я знаю. Уверен, именно поэтому много знаменитых британских исследований, потому что им пиздец, как скучно в Великобритании. Кстати, реально, да. Ведь всю Африку обладили ангельчане. Капец. Интересная теория. Ну ладно, на самом деле, просто потому что самые прогрессивными они были. Но все равно это забавно. Благословенная, да. Все думали, что это Израиль, а оказалось, нет. Ну ладно, Израиль тоже, конечно, интересен. Сейчас в пустыне находится цветущий сад. Народ явно не так прост. Еще одна средняя белка. Ну надо же. Но она большая. Типа, канадцы и американцы мне рассказывали, что во время походов они готовятся к нападению медведей и других зверей. Помню, во время похода в Англии я такой. Наверное, стоит подготовиться к нападению оленей, да? А они же могут быть опасны, да? Думаю, перед походом он убил королевского оленя. Повесить его? Для Кабритании больше думают, сколько алкоголя взять с собой. Какое количество будет правильно? Сколько взять с собой алкоголя и туалет и бумаги? Это основные заботы. Возьму 2 литра воды и 10 литров алкоголя. Главное, правильно сбалансировать. Ага. Не знаю, я свое первое землетрясение пережил не в Японии, это было в Америке во время Аниме-Экспо. Ах, да! Ах, да! Ах, в 2019 году, не в прошлом. Да, да. Точно, это в прошлом году. Итак, на прошлогоднем Аниме-Экспо в 2019-м, я помню... Это твое первое землетрясение? Да, это было мое самое первое. Дело в том, что на прошлогоднем Аниме-Экспо магнитуда землетрясения составила около 7? 6 или 7. Мы были далеко, так что было не так уж ужасно. Но все же... Это самое сильное землетрясение, которое я пережил даже после переезда в Японию. И помню, я был на 64-м этаже или типа того. Мы были там, да. И это было очень для меня поучительно. Потому что... Поучительно? Я не понял, что происходит. Потому что я... Помню, что я стоял и моя голова закружилась. Я подумал, что за хуйня? Я просто устал или это из-за похмелья? И я подошел к окну. Да? Представьте, вы подходите к окну на 64-м этаже небоскреба, смотрите вниз и видите, как сраное здание наклоняется вот так. Бля, я бы обосрался. Типа, я немедленно почувствовал головокружение и сразу же плотно прижался к стене. Бля, бля, это же землетрясение. Это долбовое землетрясение. подойти к окну в такое время. Ну, я же не знал, что это землетрясение. Я просто подумал, что у меня кружится голова или что я пьяный. Во время первого в те выходные было три землетрясения или сколько? было два. Два в один и тот же день, да? Да, да, во время первого землетрясения я был в лифте. Так что, вот что, боже мой, о боже мой. А я трясула немного сильнее, чем должно было трясти. Ну, да. И со мной была японка, которая участвовала на стендах. Ага. Она, блядь, обосралась. Я пытался ее успокоить. Типа, мы рядом с первым этажом, все будет хорошо. Мы на уровне десятого этажа, мы будем в порядке. Во время второго я был с тобой. Было так страшно. Хочешь рассказать эту историю, да? Ты, ты расскажи, тебе что. Ладно, второе землетрясение произошло, наверное, спустя несколько часов, не так ли? Да, да, я ворвался в твой номер, потому что он был заден. точно. Это было тем вечером. Да, ты, я, Аки и наш друг Наби сидели в нашем номере. Мы обсуждали, что будем делать этим вечером. И, да, мы собирались на вечеринку. Да. Мы сидели и болтали перед вечеринкой, и тут началось, ну, второе землетрясение. Кажется, оно было сильнее первого, не так ли? Думаю, да. Вроде того, неважно, очень сильно, не менее шести магнитур. Мм, плифт все время землетрясение едва ли небезопаснее всего. Мм, типа, тросы настолько безопасные. Серьезно. А мне кажется, было где-то 7,1. Кажется, 7, да. Разумеется, тут землетрясение, я к такому привык, а остальные, конечно же, нет. Итак, мы очень быстро выбежали, мы жили на верхнем этаже, где-то на 68-м или 69-м этаже отеля, и даже, даже во время всей этой паники, Конор и мой друг Наби ели... куриные наггетсы. Куриные наггетсы. Ели куриные наггетсы. А что с ними делать? И Конор и нами посмотрели друг на друга. Ну, раз все равно умирать, хотя бы даем наггетсы. Ну, просто все паниковали. Помню, там была стереотипная американская семья, типа, белый мужик с тремя дочерьми. Спускайтесь на первый этаж, спускайтесь, доченьки, все за мной. И тут я прохожу мимо с наггетсами в руках. С наггетсами. ну, типа, все норм. Дай, да, говори. Если я умру, хотя бы умру с наггетсами в руках. Да, точно. Мы побежали вниз, где-то 20 этажей, после чего я решил, что с меня хватит физнагрузки. Я подумал, я подумал, хватит уже, и я не горжусь тем, что сделал далее. Решил, это не было про-геймерским решением. Но я сказал, раз Дания больше не трясет, я воспользуюсь лифтом. Ну, типа, впереди еще 50 этажей, я лучше сдохну, буквально, чем буду спускаться по лестнице. Я пошел к лифту, но тот отель был странно устроен. Надо вернуться наверх, чтобы спуститься. Я подумал, раз лифт же все еще работает, его должны были отключить, но он еще работает. Я подумал, окей, я поднимаюсь обратно с 50 этажа, я только что спустился с 70 на 50. И такой, ладно, я поднимаюсь обратно на 70. Я подхожу к лифту, чтобы спуститься, и его отключили. Я подхожу к лифту во время землетрясения, и я такой, бля. Тем временем, другой друг бежал по лестнице, как черт, просто пролетел до первого этажа, и ждет нас на первом этаже, звонит и спрашивает, да. Ребята, вы живы? Потому что я сказал им, типа, ребят, идите дальше, а я поеду на лифте, а они мне такие, что ж, ладно. Нет, нет, я тоже пришел с тобой, да, и я подумал, здорово, видимо, мы зря пробежали 20 этажей. Все-таки было страшно, помню, я был немного, я не волновался, потому что двери самостоятельно закрывались и открывались, и я подумал, окей, это нормально, но я не ожидал, ну, типа, когда я посмотрел из окна, я увидел, как здания напротив двигались вот так, наклонялись, и я подумал, так быть не должно, это нехорошо. Здания так не делают? Помни, что для меня это было очень поучительно, потому что в тот момент я смирился с тем, что не распоряжаюсь своей жизнью. Если здание обвалится, от меня буквально ничего не зависит, потому что когда происходит что-то плохое, ты можешь как-нибудь повлиять на ситуацию. Я, кстати, именно поэтому ненавижу транспорт и некоторые, особенно, ну, типа, самолета. Ты ничего не можешь сделать. Типа, вот вообще ничего. Максимально ничего. И это сильно бьет меня. Если бы я заметил, например, приближающуюся машину, я мог бы отскочить в сторону, и если здание было спроектировано так, что умом я понимал, что здание спроектировано, чтобы выстоять во время землетрясения, но сердцем я просто молился, чтобы инженеры и строители всё, блядь, сделали как надо, потому что если они нет, я умру, и я ничего не могу с этим поделать. И, наверное, для меня что-то подобное было впервые, потому что раньше я никогда не оказывался в ситуации, когда моя жизнь целиком и полностью зависела от совершенно посторонних факторов. Ну, в машинах я не особо катаюсь, а вот какой-нибудь наземный транспорт, например, ну, там, отскочить в сторону противоположенную, которая, ну, типа, если вбок, или даже езжает машина, да, ты можешь оказаться на этой стороне или на этой стороне, ну, это так, как пример, да. А вообще, в принципе, ну, пешок. Пешок основное. Ну, или метро, где, как бы, благо, с метром у меня обычно проблем нету, потому что я знаю, что это самое безопасное, что есть на этом белом свете, это метро. Вот. И, как бы, здесь у меня есть уверенность в нем, а вот во всем остальном нет уверенности. Но, опять же, это не логически, это эмоционально. Ну, конечно опаснее. Но, опять же, с машиной ты можешь сделать что-то, а с самолетом ничего. Раньше часто сталкивался с землетрясениями, но это первый раз, когда землетрясение застало меня. А, да, еще. Машина не факт, что тебя убьет, а самолет 100%. То есть, это еще 100% смерть всегда. На 70-м отношении. До этого я находился в 10-20 этажных домах максимум. И мне было страшно, потому что весь дом трясется. Я постоянно повторял, хорошо, что трясется, хорошо, что трясется. Но, самое страшное... Если самолет разорвался в воздухе, ты умер. ...землетрясение, с которым я столкнулся, оно было в Японии, разумеется, это было на севере, где живет моя бабушка. Ну, взлет-посадка, это понятно, но я говорю про... в воздухе, когда ты летишь. Взлет-посадка, это, ну, там, 15 минут. Там и там. А, полет, несколько часов. И вот несколько часов, ты должен себя успокаивать. Что все нормально. Надежная штука. На самом деле, взлет-посадку, я ненавижу по причине закладывания ушей. Я сижу, чтобы хоть как-то это сбавить. Меня очень сильно закладывает. Иногда потом плохо очень. А вот, когда летаешь, у тебя есть время подумать о том, вонет ли самолет или нет. Там, где произошло сильное землетрясение в 2011 году. В том регионе сильное землетрясение происходит просто постоянно. Я тогда был... Не помню точно, но в каком-то магазине проката дисков. Он был очень старым, и я был со своей сестрой. И вдруг толчок, наверное, 7,5 магнитур, и где-то так, точно не скажу уже, очень большой. Толчок был настолько сильным, что все диски и книги просто вылетели с пола к чертовой матери. Я схватил свою сестру за руку и собирался просто по щемарям дать. Но нас остановил продавец и сказал, не ходите на улицу, ни в коем случае. Вас может просто прибить насмерть. Поэтому мы стояли в дверном проеме магазинчика и ждали, пока все подуспокоится. Тогда было намного страшнее, потому что я считал, что находиться на верхнем этаже страшно, но находиться на первом этаже, практически на улице, это намного страшнее, чертовски страшно. очень глупо выбегать на улицу, на мой взгляд, потому что здание очень надежное. Именно, да. На улице ты не знаешь, что произойдет. На тебя что-то свалится. Точно. Если светофор или же какой-либо фонарь упадет от тебя, то... Думаю, дело в ощущении контроля, который, как тебе кажется, у тебя есть. Согласно статистике, здания намного безопаснее. Да, здание проектируется, по крайней мере, новые. Ну, то есть... Ну, я есть поясница, что-то... По стандартам проектирования они выдерживают землетрясение с помнитудой 13. Это охуеть, как надежно. Не над ногами буско, а над всеми людьми. Роля. У персонажей в гибели Японии его нет. Что-что-что-что-что-что я прослушал у нас тут, Танима уже обсуждается. Слоу об ощущении контроля. У персонажей в гибели Японии его нет. Боже мой, давайте вернемся к обсуждению. Да, давайте вернемся к обсуждению. Мы будем спойлерить. Мы впервые предупреждаем о спойлерах. Мы предупреждали уже о спойлерах ранее. Окей, на экране предупреждение о спойлерах. Возможный спойлер. В сериале всего 10 серий. Он есть на Netflix. Посмотрите, он классный. Классный? Что? Ты серьезно? Ты издеваешься? Очень. Ужасно бесило. Сначала, сначала она мне была норм, но когда она стала чересчур болтливой, позже... А можно, можно? Хорошо, давайте я сразу выскажу свое мнение. Что вы скажете о сериале в целом, ребята? Мне нравится, что наконец-то в сериале правильно отобразили ютуберов. Нужно чаще хороших персонажей ютуберов. Ютуберы хорошие люди. всесильных ютуберов на экране. Я был удивлен, что он ютубер и при этом не мудак. Это же круто. Не-не-не, потому что... Шикарно. Это потому что... Итак, в этом сериале есть персонаж. В гибели Японии есть персонаж-ютубер, который просто, блядь, сверхчеловек. Да. Потому что он может все. Где он достал танк? Откуда танк? Мне это... Сериал не объясняет нам этого? Мне нравится не это, а то, как он появился на этом ёваном Рансе с пропеллером, блин. Что еще? Да, именно. Ну да, конечно. Я заработал на него за счет ютуб-рекламы. Да какие ролики ты вообще делаешь? Хочешь сказать, ты правда заснимаешь, как Окинава уходит под воду и этот ролик монетизируют? Ну не. Да ладно. Миллионы гибнута тебе монетизацию, иди нахуй. Ни за что. Давайте ценить это хотя бы за то, что этот персонаж вылитый Феликс Пьюди Пай. Это светловолосый Феликс. Когда у Феликса были еще тогда светлые волосы. Да, да, я помню встречу с Феликсом. То, как появился на своем Рансе. Здорово, ребят. Летит. Это по сути идеализированный Пьюди Пай. Да. Это его финальная форма. Просто разъезжает на танке. Как мы видим Пьюди Пай? Как видит медиа Пьюди Пай? Я не удивлюсь, если он поменяет аватарку своего профиля под этого персонажа. Потому что... Потому что у него стоит Рео с человеком, где он плакал уже долгое время. Это Рео. Это Рео. Он похож на Рео. Он похож на Рео. Ага. Думаю, когда я увидел это, как ты и сказал, возможно, на экране, впервые показали ютубера в положительном свете. В положительном свете. Ну, Тим, мы так сделали, чтобы показать, что Масаки Йоаса любит ютуб. Ага. Правда, меня разочаровала последняя с ним сцена. Жаль, что он улетел и не сказал не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Да, очень нереалистично. Ни одного призыва. Кстати, подписывайтесь, ставьте лайки. За весь сериал. Чурш. Даже не было Рейдшадо. Хотел бы я посмотреть, как он летит на этом сраном шаре. Где-то там стратосфере почти замерзну в тазмерть и говорит «Сегодняшний смонсор». Очень нереалистичный ютубер. Ладно, еду. Сколько по шкале? Сколько вы дадите от одного до десяти? Хорошо. Я не поставлю десятку этому сериалу, но это крепкая семерка сто процентов. Я бы оценил на четыре с половиной. Серьезно? Не понравился? Да, мне тоже не понравилось. Просто я вот... Я не мог оторваться от просмотра. Но мне много чего не понравилось. Верно. Так, дело вот в чем. Возьмигу. На мой взгляд, это идеальный пример солянки. Да, и для меня. Я для себя это описал следующим образом. Я ставлю сериалу четверку, но при этом в нем есть сцены на десятку. Ладно, это очень... Ну, сцены на десятку прямо нет, но были хорошие сцены. Скажем так. Например, когда этот парень, который бегун, вот с ним была хорошая сцена под финальной серией. Странно, потому что некоторые сцены сделаны просто охуенно. Просто юаса гений. Первые две серии просто топчет. Вторая серия, это где батя умер на багетах. Ой, или зачем он там умер, я уж тут был. На... в господи. Мама! Ну, или Аршер с разворота начинает расстреливать. Вот именно. Некоторые сцены в последних двух сериях шедевр, а, например, сцена с ютубером и сцены, в которых некоторые персонажи умирали. Я подумал... А, сцена с бегущим парнем? Да! Да, сцена с бегущим парнем. Вот, и они тоже ее вспомнили. Просто жесть. Я не знаю, что за фетиш у юаса на эмоциональные сцены с бегущими людьми, но это... А сцена с умирающим отцом? Застегла меня врасплох. О, блин, это точно. Да, только она супер тупая, она меня выбесила очень сильно. О, круто! Мой единственный любимый персонаж умер. И вот, да, после второй серии я такой, вау, думаю, этот сериал шедевр, только если они продолжат в том же духе, а потом... Потом были оккультисты. Оккультисты. Я подумал... О, нет. Это ужасно. Просто ужасно. Сюжеты с оккультистами были свои плюсы и минусы, на мой взгляд, потому что, как большой фанат ЮАЦы, могу сказать, что это в его душе, поверьте. И в одной сцене... Как не была арка с оккультистами? Просто что, блядь, это было? Окей. Помнишь, как дед крестился в кресле? Это было круто. Просто круто. Но это не самый мой любимый момент. Знаете, какой мой самый любимый? Когда умер ребенок. Когда умер ребенок, да. Сцена была очень серьезная, и внезапно пацана епошит камнем сверху. И тут я внезапно... Я не смог сдержаться. Это был просто идеальный комедийный тайминг. Он поворачивается и такой... Мама! Да. Просто фарс какой-то. Ну, глупо же, что это такое? Точняк. Просто я очень внимательно я... внимательно следил за сюжетом в течение первых двух серий. Но потом просто что-то пошло не так. Тип... потому что я помню, как умер отец. И его смерть была просто пиздец какой ужасной. И никто из героев не переживал из-за этого. Они вели себя как... Началась другая сцена, не так ли? Да, они один раз поговорили об этом. О, ты забываешь папу. И в следующей сцене они беззаботно, блядь, затариваются в магазине. Просто в супермаркете. И если бы такое произошло со мной, я бы ходил молча дней пять подряд. Даже страшно об этом подумать. Но почему-то следующие сцены, в которых умирают другие персонажи, они просто крайне эмоциональны. Эти сцены жутко растянуты. Да, с персонажами просто как будто что-то не так. Не знаю, может быть, они просто плохо прописаны, но... Они иногда ведут себя, как люди вели бы себя в подобных ситуациях. А иногда их поступком просто нет никакого объяснения. А потом начинается сюжет про культистов. И... Я такой, ладно. Если раньше была пара косяков, то сейчас уже какой-то откровенный бред. У меня осталось так много вопросов, например, откуда у них вся эта еда? Я не понял. У меня тоже были эти вопросы. И просто реально, я думал наоборот, что типа, может быть, что-то интересное начнется. Какой-то сюжет. Нам еще мистику какую-то обещали, да? Я такой, может быть, что-то интересное. Но оно вообще ни к чему не привело. Просто все на все забили и они пошли дальше. Просто бред какой-то. А еще персонажи некоторые, которые появились, вдруг остались. Тоже непонятно с чего бы. У них вся эта трава. Да, травы очень много. Типа, целые поля с травой. Просто в Японии, где вы вырастите столько травы? Они так и не объяснили, почему на поверхность, где разместились оккультисты, не повлияли наклонившиеся континентальные смещения. В сюжете про оккультистов вообще в принципе слишком много сюжетных дыр, на которые я мог бы закрыть глаза. В итоге, думаю, единственная причина... Ладно, я пытался понять, в чем смысл сюжета про оккультистов. Да, я тоже. К чему они подводили? На мой взгляд, смысл заключается в том, в спасении профессора, разбирающегося в азбуке Морзе. Почему он оказался там? Ну типа... Да. Этого не объяснили. Нет, это просто буфонада. Да, да, да. Именно так. Я когда просто смотрел сюжет про оккультистов... Знаете, иногда бывает, что вместо полного погружения в историю, очень обидно. смеяться от того, насколько все плохо. Плохо. Это у меня был сюжет с оккультистами. После этого я потерял интерес к сюжету. Да, сюжет с ними полный бред. И то, как они отнеслись к другим мелочам. Если старик сидит на морфине... Ладно, пусть. Но к этому надо было грамотно подвести. Показали бы намеки, типа... Верно, верно. Как он принимает таблетки. Долт факт, что старик... Были, кстати, намеки. Я помню. Показали эти мелочи. Подстрелил пацана в конце... Четвертой или третьей серии, а потом такой... Блин, ну простите. Да. вот это было жесткое. Типа, вообще нуля. Не хотел бы стрелять. Давайте починю геймбой. Да ты стрелял в моего сына. Причем намеренно. И если бы не его сраный DS, он бы был уже мертв. И что, пусть просто тусует... Это была последняя PS Vito. Даю гарантию. По-честному, в конце четвертой серии, когда того пацана все-таки застрелили, я пиздец как обрадовался. Нет, я... Просто меня выбешивал. Ты смотрел субтитрами или в дубляже? И так, и так. Я с сабами. Я смотрел в дубляже, и мне было как-то не очень, и потом я переключил на субтитры, и, пожалуй, впервые в жизни меня так раздражала оригинальная озвучка, что я переключил обратно. Было странно, потому что я понимаю, что есть те, кто говорит только на японском, и те, кто говорит еще и на английском. Ну так позовите таких же актеров. Это же легко, потому что, когда говорят вперед, ты понимаешь, что что-то не то. Могли бы пригласить англоговорящих актеров с похожими голосами, понимаете? Почему нет? Что же это такое? У Юаза было также в Человек-Дьявол Плакса. Английская озвучка Ре была просто... Прекратите пород херню, не парите херню. Была просто ужасной. Но почему-то они не могут. Вот я написал в Твиттере, что вроде во втором или третьем эпизоде, когда они были в России, они встретили трех медсестер, которые говорили на идеальном русском. Но нормального англоговорящего актера найти не могут. Да, с русским проблем не было. Голден Камы еще сейчас идет. Там иногда тоже бывают неплохие русские. Иногда так себе, иногда очень даже неплохие. Блин, да просто почему? Неужели это так сложно? Как в озвучке обыграли момент, что персонажи билингвы? Да вообще никак, пацан просто всегда говорил на английском. И поэтому... А до этого говорилось, что он говорит на двух языках? Ну хотя типа да. Жаль, что он не говорил «Я хочу встретить свою окаса». Типа наоборот. Это же важно для сюжета, потому что позже, когда появляется баржа, только для японцев... Ты про японский «Ку-ку-с-клан»? О, да. С технической точки зрения, эта лодка, она ужасна. Что это за лодка, которая не может идти по волнам? Ее же просто накроет. Ее буквально хватило пламенем. Это так тупо. Без причины. Ну типа... Извините, у меня просто бомбит от технических косяков. Чем больше мы говорим о сериале, тем сильнее я жалею, что поставил 7-го. Нет, нет, нет. Эмоциональная составляющая... О, в притендере вообще хорошо очень с этим, да. Там прям... Прям хорошо, хорошо, да. Да, да, да. Даже давайте не будем забывать о женщине, которая разговаривала с мертвыми. И это вообще никак не обидел. И это ли к чему, блин, реально? И это ли к чему? Зачем нужно это? Это уже было несколько моментов. Как она тракается? Мы не хотим этого видеть. Просто было два момента, над которым я ржал, как сумасшедший. Когда умер пацан, и это ёбаная мексиканская дуэль, на которую она пришла с ёбаной катаной, будто это драконы меча. Это же сцена из Убить Билла, да? Эта сцена была в духе Квантина Тарантино. У одного в руках мешок с золотом и пистолет, а она приперлась с катаной, мужики забегают в комнату и такие берут, просто охуевают. Я просто такой, что я смотрю? Я вроде включил аниме про катастрофу, а это казалось и ебучее Убить Билла. Я просто... Я перестал воспринимать всё серьёзно, не мог остановиться ржать. Чтобы убить Билла мы ещё не видели. Убить Билла мы ещё не видели. Что скажите о последней серии? Я их просто биллять ввы сненавидел. Да, последняя серия немного растянута по хронометражу. Последняя серия такая. А помните, сейчас должны идти олимпийские игры? Упс, как неловко. Не забывайте про паралимпийские игры. На всякий случай. Я уверен, получилось бы куда круче, если бы олимпийские игры состоялись, и сериал бы вышел сейчас. Тогда я такой, получилось круто, и у вас отличное решение, но олимпийские игры перенесли, и... Это одна реклама олимпийских игр. Да, точно. В общем, слово говоря, не хотелось говорить, но немного похоже на рекламу. Рекламу, типа... Да. Олимпийские игры – это круто. Да, мы знаем. Да. Мы знаем, что олимпийские игры – это круто, или, точнее, должны были быть крутыми. Потому что я... Возможно, я не обратил внимания, но в комментариях писали, что местами сериал обрабатывает политическую повестку. Я бы не сказал, что это так. Наверное, люди видят то, что хотят быть... Я особо не замечала. Ну, может, речь шла про сцену с рэпом? Может быть, может. А, это, типа, что... Ну, я помню, да, там, типа... Япония, там, не Япония, типа... Все дела. Понравилось. Мне она понравилась. Мне понравилось. Это была довольно неожиданная сцена, но мне понравилась. Отличная сцена, хоть и неожиданная. Я не понял, зачем она тут, но прошу продолжать. Это классический ЮАЗа. Типа, я хочу показать людям не только свою любовь к Японии, но и её пороки. И без политического подтекста. Ага. Фристайл рэп, сучка, погнали. Да. А как было в оригинале? В японской озвучке рэп читали на японском? Да, да, да. Потому что я не знаю, к тому времени я уже полностью переключился на английский дубляж. И всё было на английском, и над дубляжом хорошо постарались. И я и не понял, замысливалась ли эта сцена изначально на английском или нет. Но мне очень понравились последние две серии. То есть не девятая и десятая, а девятая и восьмая. Да, это добротная серия. Просто, как я говорил, персонажи к этому моменту мне были неинтересны. Что странно, потому что некоторые сцены по-настоящему тронули меня, даже несмотря на то, что мне было плевать на сюжеты персонажей. Но благодаря мастерскому подходу к созданию этих сцен, им каким-то образом удалось меня задеть, хотя мне было абсолютно на это плевать. Зачем было убивать маму? Я вот думал, неужели сюжетной линии надо было закончиться так? Не знаю, как долго они плыли, но показалось, что топливо закончилось за минуту. Думаю, это было неизбежно, потому что у её устройства закончился заряд, и она бы умерла. У неё же был солнечный аккумулятор. Нет-нет, эта штука просто сломалась бы, и она бы и так умерла. И предполагалось, что она умрёт в любом случае. А, я этого не понял. Я подумал, что она решила пожертвовать собой по приколу, утонула просто так, типа без всякой причины. К этому моменту она просто выполнила норму. Одна смерть за серию. Да, да. К этому моменту они просто уже убивали персонажей. Именно так это и выглядело. Все персонажи умрут, а мы вынуждены терпеть это. Мне не показалось, что это единственный выход. Да, а доктор-калека, который должен был умереть в самом начале, взял и выжил. До конца. Как? Как? Как так-то? Не знаю как. Для меня это главная проблема. Когда персонаж умирает, это уже не трагедия. Я просто знаю, что кто-то обязательно умрёт. Кто-то обязательно умрёт. О, в этой сцене умрёт этот персонаж. И нет абсолютно никакого напряжения. Ладно, сейчас кто-то умрёт, и он умер. Двигаемся дальше. Это очень грустно, поэтому грустительно. А ещё Япония тонет. Да. И типа... А ютуберы молодцы. Ютуберы молодцы. Ютуберы молодцы. Ютуберы молодцы. Это очень странно, потому что до этого я разговаривал с Джоу, и всё, думаю, больше можем не спойлерить. Никаких спойлеров. Разве что, если вы, ребята, хотите ещё обсудить что-то конкретное. А почему у всех соревновательных игр он стал профессиональным игроком в Лоу? Это очень нереалистично, и ну, он даже не мудак. Может, чуть-чуть, но тем не менее... Да, он же играл в Лоу. Да, конечно, конечно. Умирающий пацан, почему сливаешь карту? Зачем ты? Извините, ладно. Да, сериал очень странный, ведь я оцениваю его на 4 или 5 из 10 баллов, но... тем не менее, я не скажу, что напрасно потратил время. И не знаю, почему... Поржал, потому что шоу, которое можно посмотреть, желательно не в соло сидеть, да, где-нибудь, а вот, как раз, на стриме самое то, сидеть, порать тупости происходящего. Я не знаю, я не мог оторваться. Было круто. Я не знаю, почему, но мне гораздо легче смотреть аниме на Нетфликс, чем смотреть его на любой другой платформе. Я повторяю это с 2018 года, когда Демон Плакса и другие... Ну, когда Нетфликс начал присматриваться ко многим аниме-тайтлам. По крайней мере, аниме на Нетфликсе Костелвания зашла всем на ура. Костелвания просто бомба. Думаю, аниме на Нетфликс заходит хорошо, потому что они знают, что любители аниме, в том числе и мы с вами любим смотреть сериал за один присест. Боже мой, какой же Костелвания крутой сериал. Да, просто биздец, какой крутой. Мне кажется, дело в том, что когда... Я слышал спорные отзывы о Костелвании. Тот говорит, что она крутая, тот говорит, что она так себе. Странно. На Нетфликс выходит что-то новое, они знают, что нам сложно ждать новую серию целую неделю, а это просто дохрена, и это идеально, потому что концепция Нетфликс выпускать сериалы целиком. Все сразу. Да? Да, также нет влияния количества сезонов, просто сериал целиком, который можно посмотреть сейчас. Как будто больше нет никакого расписания, потому что многие сериалы я бы хотел посмотреть за один присест. И я жду. Сериалы на Крончерол, Фан Анимейшн или других платформах я жду, пока выйдет весь сезон, чтобы посмотреть все целиком, но когда сезон выходит, я его не смотрю вообще. Да, потому что в списке аниме между началом и концом есть целый огромный список с кучей сериалов, которые охота сейчас посмотреть. Нет времени смотреть старые сериалы. я посмотрел кучу средненьких аниме на Нетфликсе, я без понятия почему. И типа их можно скачать и это легко. Я помню, я смотрел би начало и я был жестко разочарован этим сериалом, но я посмотрел его целиком за одну ночь и в моем списке все еще куча сериалов. Мы на этом стриме смотрели но у него две линии одна из них получше другая похуже. Типа специфичный сериал много-то напихали не совсем справились. на других платформах которые до сих пор не посмотрел но планирую когда-нибудь посмотреть. Я не знаю но просмотр на Нетфликс это просто комфортная и удобная платформа очень удобная удобная Нетфликс спонсирует это видео кстати. Им просто известные зрительские привычки нашей с вами категории. А приложение просто сказка очень удобно поставить сериал на загрузку. Ну и типа помнит где ты остановился круто. Он не спонсирует нас если что. Но если они захотят черт да. Так а что скажете про функцию пропустить заставку? Мне она нравится. Мне нравится выбор. Мне нравится наличие выбора. Но мне не нравится что заставка пропускается по умолчанию. Мне не нравится что она пропускается по умолчанию. Сразу заставка не пропускается. Да пропускается. А вот и нет. При первом просмотре ты не сможешь то есть ты можешь пропустить заставка включается автоматически но после этого есть вариант предполагается что ты пропустишь заставку. Это херово потому что когда я смотрел выдающихся зверей на Нетфликс я не хотел пропускать эту опуенную заставку. Это выдающиеся звери но ты не делаешь так всегда. Мне приходилось Чтобы не пропустить, надо нажать на кнопку, Джоуи. Типа, тебя заставляют. А ну нажми, нажми на меня, Джоуи. Жми. К слову, Амасаки Йоаса. Как много его работ вы посмотрели, ребят, до этого момента? Я в него посмотрел почти всё, кроме разве что Кайба. Человек-дьявол, это его? Да, Человек-дьявол, что он ещё снял? Ещё руки прочь от кинокружка. Да, ещё кинокружок. Хотя при этом посмотрел «Гибель Японии», которая оказалась хуже, чем кинокружок. Так что ему придётся подождать. Он снял кинокружок, пинг-понг в анимации. Обожаю пинг-понг. Снял Кайба. Игры разума. Игры разума. Пинг-понг один из моих любимых. Пинок в сердце, на него собирали на кикстартер. Так. Ещё он снял много инди-фильмов разных. Он снял «На твоей волне». А, него я ещё не смотрел, кстати. И я пока не смотрел. В центре сюжета находится девушка, её парень умирает, и им обоим нравится океан, и парень возрождается в виде волны. Чёрт, блядь. По-другому просто не опишешь. Проще всего описать именно так. Звучит как хентай. По сути, парень возрождается в виде огромного водяного зверя. Да. Как-то так. На мой взгляд, лучшая работа Юаса на данный момент – это пинг-понг. О, да. Он просто зашёл мне на очень глубоком эмоциональном уровне. Совершенно другая. О, да, да. Я правда хочу избавиться от этого слова. Потому что, типа, каждый раз, когда мы обсуждаем что-то «мне зашло», то… Капец, как «мне зашло». В этом аниме легко узнать себя. У кого-то талант рождения, а кто-то потратил жизнь, чтобы достичь чего-то. Просто под прошлым выпуском много кто писал, что «История Конора про шахматы» – это пинг-понг только с шахматами. Да, да. Понимаете меня, но то, как все описывают, для меня это не аниме про спорт. Для меня это драма, которая разворачивается между рядом персонажей, вокруг пинг-понга. Потому что это хорошая метафора самой жизни, когда речь заходит о том, что важнее – талант или умение. И даже про то, насколько порой суровой бывает жизнь. Жизнь несправедлива. Да, жизнь несправедлива. И ничто не достаётся просто так. Да, да. Именно по этой причине мне пиздец, как понравился «Мартовский лев». Потому что, по сути, это одно и то же. Пока не смотрел, очень хочу посмотреть. Это аниме не про сёги. После просмотра вы начнёте шарить в сёги. Но, как и в пинг-понге, это аниме про то, как… Неважно, насколько ты хорош в чём-либо, тебе всё равно будет погано на душе. Да, поэтому я откладываю его просмотр, потому что не хочу, чтобы мне было погано. После просмотра становится грустно. После просмотра становится грустно, знаю, знаю. Все любят этот сериал, но после просмотра им погано. Он просто бомбический. Как вы думаете, «Гибель Японии» — это худшая его работа на данный момент? У него я посмотрел три фильма, так что да, я думаю, да. Я на самом деле посмотрел не все его работы, однако… Я не могу. Многие. На мой взгляд, это его самая слабая работа. Да, для меня это определённо была самая слабая его работа. Уберите сюжет про оккультистов. И будет лучше. Да, это просто закроет сразу целую кучу сюжетов. Да, я бы сказал, не все, но многие. Было бы намного лучше. Мне всё ещё не нравится, как там прописаны персонажи и как там развивается сюжет, но без сюжета про оккультистов я бы смело поставил 7-8 баллов. Да. Потому что, как я уже сказал, там просто потрясающие сцен. Да, несомненно, были. Максимум 6, может быть. Да, может быть. И в этих сценах Юаса показал всё своё мастерство, и можно было сказать, что сериал действительно потрясающий. Мне кажется, главная проблема этого сериала – просто плохой сюжет. Да. В то время как в его других работах Юаса проявил себя как потрясающий режиссёр. Он просто… Я не знаю, это видно по тому, как поставлены и сняты некоторые сцены, особенно эмоциональные сцены. Они заходят на «отлично», и я просто не знаю, почему… Сейчас скажешь это. Сейчас скажешь. Я только подумал об этом. Надо было сказать вслух. Заходит «отлично» на нескольких уровнях. Да, согласен на самом деле, однако уверен, что Юаса, он… Ну, неважно, насколько странными он изображает персонажей или само движение. Анимация в целом. Потому что… Я… Ладно, я один из тех, кому плевать, кто режиссёр. Я просто наслаждаюсь сериалом, и всё. Всегда и всё так смотрю. Я заметил, что «Гибель Японии» снят режиссёром «Человека-диабла Плакса» за 10 секунд. Да, да, да. Это видно. Да. А это всё. Я думаю, это потому, что в работах Юаса есть одна маленькая особенность. Иногда персонажи в его работах, они… Редкостные уёбища. Выглядят круто. А в следующей сцене они выглядят, словно их рисовал новичок. Понимаете? Рисовка меняется. Я видел несколько кадров, где персонажи просто разговаривали. И это был самый настоящий брош-момент, и я так учу… Просто сделай скриншот, и получишь готовый мем, я думаю. Я должен отметить, из всех его работ рисовка в «Гибели Японии» самая нормальная, что касается визуальной составляющей. Нормальная в больших кавычках. Не-не-не, просто если посмотреть его пинг-понг, «Человек-диабол Плакса» и «Гибель Японии», то становится заметно, что его стиль рисовки в сериалах просто… Нормализуется. Да, просто нормализуется. Рисовка в пинг-понге уродливая. В хорошем смысле. В хорошем смысле. У него уникальное визуальное оформление. Некоторые сцены… Рисовка некоторых сцен сделана в уникальном стиле, и иногда это работает, а иногда не очень. Но в них чувствуется ярко выраженный стиль. По крайней мере, узнаешь его стиль. Да. Да. Кила защищает трюки. Рисовка растет. Спасибо за подписку, добро пожаловать. Ха-ха, Буско тоже это вспомнил. Ай, боже, Рик еще, конечно, тот еще тип. Из дохуя однотипных сериалов в жанре Исикай. Их делают под копирку, хрен различишь. Я вот точно. Но спросишь любого знатока, и он такой скажет, «А, это же было снято им!» Ну и я. А мне плевать. Типа, любой протагонист из Исикай-аниме сделан под копирку с Кирито. Да. Типа, я помню, я поставил в ряд 7 изображений протагонистов из Исикаев, и... Я, кстати, даже это уже написал в тексте насчет того влияния, которое оказал персонаж на индустрию. То есть не только само аниме, но и сам персонаж. Но, блин, никто никогда не делает нормально. Они все выглядели одинаково. Абсолютно инвестиционно, потому что их делают на одной странице. Да, одинаковый визуал, одинаковая рисовка. Постоянно. Непохожие аниме — это глоток свежего воздуха. Да, определенно нравится Масаки. Его работы настолько странные и узнаваемые, а особенно... Ты сказал, что рисовка в гибели Японии самая нормальная. Возможно, для неискушенных любителей аниме это рисовка пиздец какая странная. Но если взглянуть на его ранние работы, например, Кайбо, это даже на аниме-то не похоже. Да, да. Это больше похоже на какую-то черновую работу Диснея, которую он решил никому не показывать. Также говорят о невероятных приключениях Джоджо. Блин, визуал очень странный, сложно втянуться. Ты все поймешь. Ты, ты, будь уверен. Вкус выработается. Да, как только выработается, тебя будет не оттащать. Вкус выработан. Да, да, да. Теперь ты фанат Джоджо. Не обязательно, кстати. Типа, я к нему привык, нормально отношусь, но какого-то фанатизма именно от визуального стиля нет абсолютно. Как в Геосе том же самом. Я свыкся, типа, с том, как оно выглядит, но это не значит, что, типа, я вау, это просто идеально 10 из 10 вытянутых ног. Нет, типа, просто норм уже. У меня совершенно вылетело из головы, я забыл о сериале. При разговоре о творчестве Юасы нельзя забывать сериал «Татами Галакси». «Татами Галакси» просто охуенный, ты же смотрел его. Да, да, да. Просто охуенный. Это истории монстров на стероидах. Да, точно так и есть. Этот сериал проверит, насколько быстро ты умеешь читать. Монологи настолько быстрые, что даже японцы не поспевают за героями, и такие, погоди, 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 пауза, пауза, пауза. Что ты только что сказал? Давайте-ка отпутаем назад. Ни в одном сериале я не встречал таких. Это просто жесть. Настолько быстрые разговоры, быстрые монологи и диалоги. Да. И знаешь, это действительно истории монстров на стероидах, если подумать. Да, по сути, это как если спидранить диалоги одной из серий истории монстров. Получится одна серия «Татами Галакси», но сериал пиздатый. Да, а теперь ко всему еще добавьте охуеннейший визуал Масааки. Верно? Да. Где ты спрашиваешь себя, это его воображение или какие-то сраные наркотики? Да. Да, но сериал реально крутой. Что касается гибели Японии, я хотел бы обсудить еще кое-что, а именно музыку. На мой взгляд, музыка просто фантастическая. Нереально крутая. И мне кажется, что она определенно... Она, несомненно, украсила некоторые сцены. За главная тема, которая вроде играла почти всю первую серию, когда главная героиня бежала к своей семье, медленная мелодия на пианино. Мне понравилась эта мелодия, потому что она звучит довольно позитивно, но ее наложили на изображение чертовых разрушений. И из этого получается очень жуткая мелодия. Ты понимаешь, что все и все вокруг черта мертвы. Просто для меня в первых двух сериях мне понравилось сочетание этих ужасающих видов и просто прекрасной мелодии на пианино. И именно это наложение было... Популярность растет. Спасибо за подписку. ...просто и пугающим, и прекрасным одновременно. Я все дни описал это так. Такое ощущение, что я смотрю, что ты ужасающе прекрасная. Да. И я просто... Разрушительно прекрасный. Да, именно. Не знаю, кто написал музыку, но в некоторых сценах она звучала как саундтрек из Человека-Дьявола Плакса. Не знаю, не уверен, может, это один композитор или нет. Наверное, стоило подготовиться перед тем, как обсуждать все это на подкасте. Я почему-то уверен, что занимались этим ребята из Science Saru. Автор саундтрека Человека-Дьявола Плакса. Так что, думаю, композитор один и тот же. Не знаю, уверен, в комментариях нам расскажут об этом. Да. Мне понравилась мелодия на пианино. Не знаю, не буду врать, когда я услышал ее впервые. Она мне напомнила саундтрек из Майнкрафта. Ну, совсем немножечко. Самую малость. Если она заиграет в Майнкрафте, меня бы это совсем не смутило. Да ёб твою мать! Да, пожалуйста, пользователи Реддит, добавьте эту мелодию, пожалуйста, в Майнкрафт и посмотрим, заметите ли кто-то радует. Реддит типа, я такой, это ужасающая красота, удивительное наложение и... Джоуи в Майнкрафт. Да, они же похожи, чёрт побери, говорю вам. Я такой, ой, ты же из Майнкрафта. Я не знаю, может я тупой, но я не могу вспомнить музыку. Серьёзно? Не можешь? Не получается. Я тоже нет. Я посмотрел сериал за один присест. Да, мы тоже. Вы смотрели за один присест? Да, да. А, ну тогда ладно. Просто у нас большой мозг. Очевидно, наверное, мне не давала покоя мысль... Откуда он взял танк? Ладно, тогда вопрос к тебе. Саундтрек из какого сериала запомнился тебе лично? Бля. Наверное, любой сериал, где музыка, это главный плюс сериала. То есть? Что ты имеешь в виду? Не хочу быть тем парнем, но мне нравится саундтрек, который цепляет с первых секунд, как в Ковбой Би-Боб. Это джазовый мотив. Ну, я не стану слушать джаз отдельно, это же звуковой бардак. Знаешь, я сделал для себя вывод, что когда речь заходит о музыке, то ты слегка туповат. Ну да, да. Ты особо не слушаешь, потому что мы с Гарретом постоянно ее обсуждаем. Мы интеллектуал. Это классная группа. Как-то я спросил тебя, какая у тебя любимая группа, и ты такой... На полном серьезе, у меня ее нет. Мне нравится дафт-панк, потому что их музыка это, по сути, шум. В большинстве случаев. Я никогда не вслушиваюсь в слова. Мне нравится сама музыка. Наверное, песню «Памп и Топкикс» я переслушал тысячу раз. Мне постоянно говорили, это же про стрельбу в школе. И я отвечал, блин, да, ну да, наверное. Я не знаю, что мне ответить. Видимо, со мной что-то не так. У тебя обезьяний мозг. Да, у нас возвращение обезьяннего мозга. Порой глупее, не а куда порой гениальнее. Некуда зависит от темы разговора. А вы хотели бы одного композитора? Кевин Пенкин. Я так и знал, я хотел сказать, кроме Кевина Пенкина, потому что он наш кореш, он даже не композитор для нас, а скорее просто чувак, с которым мы... К чему он написал саундтрек помимо созданного в бездне? А, да. И кроме Башни Бога. Восхождение Герой Щита. Ну ладно, ладно, ладно. Восхождение Герой Щита. Парень и безнадежина уже. Я, если честно, больше слежу за озвучкой. Видимо, я могу сосредоточиться только на этих звуках. Мне плевать на музыку. Музыка это всего лишь... Разве музыка не усиливает твои ощущения от просмотра? Для меня музыка пиздец, как важно. Нет, для меня не особо. Типа, если, если... Типа, если сериал говно, а саундтрек топ, я все равно запомню саундтрек. Совершенно саг... Альдоно Эзера, например, да? Типа, возвращался к этому шоу, просто вспоминая саундтрек. Реально. Ну, я не скажу, что прямо оно говно. Особенно первый сезон, да? Но, как бы, есть сомнения по поводу этого шоу. Но саундтрек, да, всегда вспоминаешь с теплотой. Ну, к рекреаторам у меня лучшее отношение. Там больше вещей, которые мне понравились. Мне они вообще в целом понравились. Поэтому там, как бы, саундтрек это просто один из плюсов. А вот Вальдоно это прям... Во-первых, я считаю его лучше из-за савановских. И... Это он прям сильно лучше всего. То есть, как бы, прям выделяется. Согласен. До сих пор я не могу забыть саундтрек из Короны Грешника. Хотя сам сериал... А, ну да, кстати, там тоже неплохо был. Но, опять же... Тогда я... Когда я смотрел еще Корону Грешников, господи, какой это был год. 13-й в худшем случае. А то и 12-й. Короче, давно дело было. Типа, мне тогда норм было. Я даже не помню, что по сериалу. Вроде норм был. Типа, девочки красивые, там, все дела. Что там, о чем там. Доставал оружие. Типа, косплеил Утену. Я понял. Ну, я тогда Утену не знал, конечно, но... ...при этом полное говно. Джимбу. Савана написал просто бомбический саундтрек. Саундтрек. Да, есть. Доставка реально там тащит. Да, да. Есть песни, которые задевают меня за живое. Будет круто, если они окажутся в саундтреке. Но я пока такого не встречаю. Ты никогда не слушал треки Савана, чтобы взбодриться немножко? Нет, нет. Прям совсем? Ну, возможно, в тренажерке, чтобы взбодриться, я включаю песни из-за немы. Возможно, в этой подборке есть его песни. Лады, ладно. Может такое быть, не знаю. Но возьмем, например, фильм про Мар. Да. Он же тебе нравится, да? Он отличный фильм, просто супер. Ты помнишь саундтрек нему? Как? Что? Как? Как? Я вообще без понятия. Как получилось, что ты не знаешь работы самого выдающегося композитора аниме? А слово совсем... Нет, не самого. Сколько раз я уже говорил, нет, не самого. Возможно, в тройке лучших, но нет, не лучший. Если ты начнёшь описывать песню из Промара, я её ни за что не узнаю. Ни за что. Без шансов. Ты это смотрел Промар? Смотрел Атака Титанов? Да. Ты аж что ещё? Да, я помню из Атаки Титанов одну песню, вроде бы... Убить или быть убитым, ты помнишь? Да, Убить или быть убитым, я помню. Это всё Савана. Он там везде композитор. Славана, да, я помню отдельные песни, но если попросишь меня описать их или сказать, что в них понравилось, я бы сравнил их с цветными карандашами. Мне вообще насрать на музыку, добавь хоть музыку Кевина Макляда или как там его... Кевин Маклауд? Кевин Маклауд, неважно. Добавьте его музыку. Создатели Коуманс Композор. Знаете этот трек? Добавьте его в сериал, если хотите, мне похуй. Это точно. Кевина Маклауд. Безусловно, есть куча невыразительных саундтреков, которые... Но, как правило, в невыразительных сериалах. Ради хорошего саундтрека я начну смотреть любой сериал. Жаль, что мне поебать. На саундтрек я... Я... То же самое с музыкой. Мне нравится даф-панк. Мне нравится, как звучит шум. Мне нравится шум, понимаете? Это странно. Это странно. Да, это странно. Я странный. Это очень странно. Да, ты сейчас просто описал музыку, причём самым примитивным из возможных способов. Это просто куча звуков в соединённом месте. Я похож на пещерного человека, когда дело касается музыки. У-у-у. Эти бумы и пахты звучат приятно. Да, музыка делает бум. Да, да, да. Музыка делает бум-бум. Именно поэтому, когда дело касается каких-то саундтреков, то я люблю всё, к чему прикасается студия Кей Студио. Да. Потому что Майя Дзюн охуеннейший композитор. Его ненавязчивое исполнение на пианино во время оппингов или эндингов идеально сочетается с тем, что происходит на экране. Его исполнение добавляет... Возможно, кроме меня, конечно же, так никто больше не делает, но я могу переслушать любой трек из клонада, выселили Little Basterds. Их музыка настолько специфичная, что запросто растрогает меня до слёз просто от прослушивания музыки. Его музыка стимулирует эмоциональную точку G. Да. Понимаешь, да, ты слушаешь его и... О, чёрт, как же... Как бы... Одно лишь пианино может растрогать тебя настолько сильно. Я просто без понятия. Она звучит грустненько. Я сейчас чувствую себя мое композиторским из Мэма, где он просто стоит. Слушаю вас тут. Обсуждаете тут типа... Не знаю даже. Не знаю, ты первый, кто назвал музыку дафт-панк шумом. Что так и сказал? К слову, приятным шумом. Под приятным шумом ты имеешь в виду музыку? Interstellar 3 или как там Interstellar? 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5. Офигенно. Обожаю. Офигенный альбом. И что, ни одна песня никогда не вызывала в тебе эмоции? Ты когда-нибудь слушал... Настоящие искренние эмоции? Ладно, назовите беда. Это как, знаете, скрипка у Широнагеса там. Начала... Блин, все, грустно плакать хочется. Вот здесь то же самое, но с пианинком. Любимую песню Дафт-панк. О, это сложно. Мне нравится фейс-ту-фейс. Хорошо, а почему она тебе нравится? Боже мой. Потому что она вызывает у тебя эмоции или... Посмотри, посмотри на его лицо, он еще никогда так глубоко не копал. Никогда. Почему это моя любимая песня? Нет, мне нравится, как оцифрован звук. Очень творчески подошли к оцифровке звука. Ладно, так, хорошо. Значит, это значит, что... Блин, подумай о песне Дафт-панк или любой другой песне. Подумай о песне, которая вызывает в тебе какие-нибудь эмоции. Что это за песня? И какие это эмоции? Я не уверен, что такая есть. Кажется, нет песни, которая вызывает во мне эмоции. Это плохо? Что это значит? Что это говорит обо мне? Я словно, блядь, с кирпичной стеной сейчас разговариваю. И, блин, как же, как же это больно, ца. Блин, я не знаю, это все равно, что объяснять андроидной свинке Пеппа, что такое музыка. Ошибка вычисления. Да, я типа чувствую себя с другой планеты. Что такое эмоции? Что такое культура? Что это? Что это? Я не знаю. Земледелие. Культура это земледелие. Поэтому я фокусируюсь. Я хорошо чувствую игру актеров озвучки. Я могу разобрать ее и погрузиться в нее, поэтому я не обращаю внимания на музыку. Что тогда вызывает у тебя эмоции? Сюжет персонажа. Актерская игра. Ладно, хорошо. А игра актеров озвучки вызывает у тебя какие-то эмоции? Да, вызывает. Лады, а музыка почему не вызывает? Я не знаю, наверное, просто мне не заходит. А знаешь, знаешь, какой носитель информации вызывает эмоции при помощи только сюжета и персонажей? Книги? Книги? Да, я не читаю. Да, визуально на Вэлла не считаю. Но Яня, я думаю, я не хочу читать книги. Хочу, чтобы читали мне. Для меня музыка должна вплетаться в сюжет. Если это сделано хорошо, я не замечу. Сделано плохо, замечу. Ладно, за тебя согласен. Думаю, точно так же многие относятся к озвучке. Нет, нет, я согласен с тем, что музыка должна вплетаться в сюжет. Если это будет сделано хорошо, я этого не замечу. Однако есть уровень... Но я же не фокусируюсь на музыке, я не смотрю на... Нет, нет, когда я сказал хорошо, я имел в виду нормальный саундтрек, который совершенно не выделяется на общем фоне. Но если саундтрек охуенный, это сразу же становится заметно. Ну, если трек используется креативно, то я, естественно, отмечу его. Верно, но разве это не вызывает эмоции? Ты ведь точно слышал дроп сабано? Да, но он меня слегка бодрит. Так-то неплохо в целом. Слегка бодрит. Ю-ху! Типа, ву, как увлекательно. Ву! Вперед, главный герой! Боже мой! О, мой бог! А ты когда-нибудь смотрел? Ладно, мой любимый саундтрек из сериала, это, наверное, Эхо террора. Но мне понравился этот сериал. Так, и музыка была... Специфичный тоже сериал. Я уж плохо помню, только впечатление. Там, как бы... Ну, во-первых, он немного, можно называть им так, сказочный, да? Но это, как бы, не самое плохое. С персонажами там тоже беда небольшая, особенно с некоторыми. Блин, вообще, слишком плохо помню. Смешанные впечатления помню. Смешанные, да. Но про саундтрек, вроде да, говорили, что он хороший, вроде он был неплох. Ну, особо не вспоминается. Опенинг лучше вспоминаю, да. В принципе, кроме опенинг, и в голове и стуметь не могу по саунду. Была грустная. А это я помню. Боже, это так больно слышать! Да, музыка, музыка была грустной, ладно. Музыка была грустной. Еще скажи, что перец был острым. Я смотрю на это так. Когда говорите со мной о музыке, пропускать ее через фильтры, как фонотеки YouTube, например, жанр и настроение. Это единственное, что я понимаю в музыке. Назови жанр музыки и ее настроение. Ладно, ты смотрел Эхо Террора, да? Да, мне понравилось. Окей, там очень много этакого исландского пост-рока. Я, мне бы я... Там есть сцена на мотоцикле. Да. Где они едут на мотоцикле, и все, без диалогов. Просто отличная сцена. Они едут на мотоцикле, красивый визуал, и играет красивая музыка. Да. Помнишь эту сцену? Нет. Я пошел. Я помню, что они были террористами. Ооо, это так меня, блядь, бесит сейчас. Боже, что мой. Помню, что они были террористами. Аниме было прикольным. Помню, что они были террористами. Помню, они взрывали всякое. Нет, судьба не в этом, ну да ладно. Скажи, что вот такие Титанов были, черт по мере, Титаны. Ну да, Титаны были. Чувак, я помню, что сериал мне понравился, но когда я досмотрел, все забыл. Ладно, ладно. Давайте просто возьмем и пойдем по другому пути. По старому простому пути, уже проверенному. Ладно, ладно, ладно. Давай назови свой самый любимый опенинг аниме. Хороший вопрос. Мне очень нравится то, что в Кот Геас. Окей, Кот Геас. Почему? Он хайпивый пиздец. Ладно, а теперь скажи, что ты испытываешь, когда слышишь этот опенинг. Он волнует? Да, я чувствую волнение, да. Окей, ладно, почему в эту песню ты вкладываешь эмоции? Чем тебе запомнилась эта песня? Да, почему именно она? Да, но опенинг очень хайповый. Дебу его. А, это же мем. Да, это мем. Кстати, я не считаю, что первый опенинг лучший. Четвертый вроде лучший. Четвертый, вроде четвертый. Нравится, он классный. Что еще? Опенинг из приключений Джорджо. Охуенно, зашел. Все начинал. Ладно. А, нет, нет, тема, тема Джорно. Тема Джорно. Почему, чем она для тебя выделяется? Как я писал в Твиттере, мне кажется, это богемская рапсодия от мира аниме. Что это значит? Что это значит? Просто в ней слишком много всего. В ней пять отдельных песен. Столько всего происходит. Мне кажется, это просто потрясающе. О, нет, нет, нет. О, нет, нет. О, нет, нет. Это раз, когда вы обсуждали музыку, я поддакивал вам. Если бы был не в школе, ты был бы тем подростком, который носит футболку с Куртом Кобейном, но не знает, кто это такой. Типа, мне нравится его лицо и все. Да, нравится его песня. Про Тин Спирит. Да, Тин Спирит. Что это? Так, ладно, а тебе еще что-нибудь нравится в аниме вообще, помимо сюжета и персонажей? Я думаю, визуал очень важен. Да, я м-мне кажется, что это... Дело не в том, что мне не нравится музыка, повторюсь, если музыка хорошо плетена в сюжет и не выбивается из повествования, то это супер. Но ты запомнил саундтрек из Кобвоя Бибопа, да? Почему его? Я помню, все выглядело словно синхронный танец. Типа, все составляющие идеально накладывались на музыку, поэтому для меня саундтрек выделяется на фоне остальных из-за идеальной синхронности. То есть ты утверждаешь, что твое восприятие саундтрека настолько сильно отличается? Я ничего не утверждаю, просто говорю, это то, что я запомнил. Это как... Нет, 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 потому что ты, насколько я понял, твоя логика заключается в том, что... Опять же, я не задумываюсь об этом. То есть ты запомнил саундтрек Коббоя Бибопа только потому, что испытанные от саундтрека чувства очень сильно расходились с увиденным, да? Нет, нет, потому что я не мог представить саундтрек без визуала. Ладно, ладно. Тогда почему ты не помнишь саундтрек из Эхо Террора? Ведь он делает то же самое. Я помню, наверное, две сцены из Эхо Террора. Буквально. И в них есть музыка? Нет. Помню, как взрывались здания. Я собирался сказать. Я помню только звуки взрыва. И я помню, как его застрелили. Еще помню, что в этой сцене не было. А то, что британец, а не американец, блин, прошу прощения, дурацкая шутка, да? Грустно. Ну, боже, думал, ты будешь впечатлен, как метка он стрелял без прицеливания. О, да, навыки стрельбы из вертолета впечатляют. Наверное, в учебке он много тренировался. Я, ладно, ну вот, когда я смотрю сериал, который просто хороший, а не крышесносный, я запомню лишь тот факт, что смотрел его и это все. Диньми, если ты посмотришь крышесносный, ты все равно не запомнишь саундтрек. Я помню песню из опенинга «Наша». Ее, я помню. Ее, блин, все помнят. Больше из музыки ничего не запомнил. Остальной саундтрек не помнишь? Нет, совсем. Я помню, что саундтрек в «Наше» был хорош. Без понятия. На самом деле я не помню. Я помню только опенинг. Этот человек не помнит ни одного саундтрека. Как он посмел? Потому что после последнего выпуска, извините, несколько выпусков тому назад, я пересмотрел несколько сериал «Наша», потому что я смотрела его довольно-таки давно. И помню, что саундтрек там был. И оказалось, что он пиздец какой клевый. По какой-то причине после просмотра аниме я забываю имена главных героев. Господи. Ну, опять же, при пересмотрах, да, иногда просто очень много нового находишь. Сидишь и ищешь, разбираешь что-то. Типа, я всегда... Раньше я вообще всегда пересматривал, даже любое говно. Я пересматривал, всегда смотрел два раза подряд, чтобы понять больше этот сериал. Потом я просто перестал это делать, и в какое время стало не хватать. Но сейчас, типа, хорошее шоу, всегда приветствую на пересмотр. Потому что интересно всегда. То есть, я считаю, практически все лучшие мои стримы это по пересмотрам. Например, до сих пор один из аталонных это Хибикеда Юфониум. Я считаю, типа, там прям я вообще хорошо, я был доволен собой. Ну, там Властелин колец я не буду, да, указывать там немножко другие причины. Это просто, что я вселенную знаю, там больше разговаривал о том, что вырезали, что убрали и так далее. Больше, чем сам фильм именно анализировал. Вот. А именно если брать аниме, да, то пересмотр вещь хорошая очень. Ну да. Я, а что же я пересматривал недавно? Я, я пересмотрел сериал, который мне очень нравился. Я пересмотрел «Во все тяжкие», и я забыл весь сюжет. От начала до конца, я ничего не помню. Я ничего не помню, если быть честным. Это да, да. Однако, да, просто... Не знаю, разве это странно, уверен, что в комментариях напишут, что тоже не запоминают ни сюжет, ни саундтрек. Я, я даже встречал людей таких... Зачем ты смотришь аниме? Как это, почему это? Потому что мне нравится. Отстаньте от меня, я люблю аниме по-своему. Тебе нравится аниме, но ты тут же забываешь, почему, да? А вы, вы помните все, что смотрели? Я просто, мы... Я просто, у нас никогда не было подобного разговора. Такое происходит впервые, я просто... Мне никогда не приходилось объяснять, почему музыка имеет значение в развлекательном контенте. Да я же не утверждаю, что не важна, я просто не запоминаю её. Я, так ладно, я убеждён, что люди врут, когда их спрашивают что-то наподобие... Помнишь ли ты этот саундтрек? Уверен, они просто поддакивают. Да, 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 отличный. Просто саундтрек, типа, это... Так делают постоянно. Ну просто как можно не помнить ни один саундтрек из твоих любимых аниме-сериалов? Я не могу вспомнить сходу. Ну если ты услышишь, то и ты... Если услышу, я смогу вспомнить. Стряхну пыль с того воспоминания. Верно, стряхнёшь пыль, чтобы вспомнить, что она была хорошим. Да, тряхну, а там нормас. Я хорошо... Ладно, так. Я хорошо запоминаю игру актёров озвучки, потому что мне было очень интересно разбираться в этом и изучать это. Так что музыка для меня... Хорошая игра актёров озвучки. И можешь ли ты понять, хороша она на английском, или на японском тоже можешь это оценить? Да, на японском тоже, но, наверное, для этого надо часто смотреть на японском. Это что-то типа... Ну как... Потому что как ты произносишь реплику, то, как я вижу это, перед озвучкой готовится интонационная линия с темпом речи и тембром голоса. Я считаю, хорошую реплику произносят за определенный промежуток. То, как режиссёр считает правильным. И, наверное, режиссёры, например, Тарантино, думают так же. Реплику надо произносить так, как я задумал. Да, да. Так. В голове я визуализирую, как движется интонационная линия. Типа надо ли повысить голос и когда понизить, когда надо замедлить, или же когда сделать паузу. Очень интересно наблюдать, как актёры произносят свои реплики, где они решают сделать паузу, где они могут замедлиться. На мой взгляд, это интересно. На мой взгляд, это тоже интересно. То есть, ну, я не озвучиваю так много, как и ты, конечно, но я тоже замечаю хорошую игру актёров и сам хочу стать лучше в этом всём. Я понимаю, что ты имеешь в виду под интонационной линией. Я хотел бы научиться чётко выражать свои мысли, когда рассказываю об этом. Но если поместить реплику в систему координат, она будет выглядеть, ну, как-то так. Надо сделать паузу здесь, перерыв тут, а тут замедлить. Это слово выделено курсивом, поэтому сделано нём акцент, но не при усердствии, потому что она не выделена жирным. Да, здесь очень много нюансов, которые мы, зрители, не замечаем. На удивление что-то толковое. Я уже даже забыл, что такое бывает от этого личности, как он в последнее время херней страдает. Я, слушая что-то, пытаюсь мысленно представить, как они видели сценарий. Я пытаюсь понять, о чём они думали. Нет, настолько никогда я не задумывался, на самом деле. Я, само собой, люблю слушать хорошую озвучку и всё такое. И когда какие-то сцены хорошо делают, я всегда отмечаю. Но я не задумываюсь именно о том, над процессом создания. То есть это меня меньше интересует. Ну, потому что я, конечно, лично этим занимался. Прямо переозвучивал там с Себастьяном. Всё вот это с этим, наверное, связано. Ну, ещё он там вроде говорил, что-то другое озвучивал. Меня как бы больше конечный результат уже волнует, а не процесс выисготовления. Хоть это тоже довольно интересно, но для меня это не главное. В зависимости от того, о каком формате речи. И ещё. С тех пор, как я начал заниматься озвучкой, я повсюду замечаю переозвучку, и меня коробит от этой херни, когда слышно, что одна реплика озвучена на месте, а другая реплика наложена после. И это так сильно режет слух. И так делается во многих ситкомах, когда они переозвучивают половину реплик. Вы бы знали, как часто это делается в кино. Но в кино это делают хорошо. Да, да, я замечал это недавно, когда... Это так реже слух. Да, заметив это один раз, уже не можешь перестать замечать, и я замечаю. И поэтому мне проблематично смотреть сериалы, которые дублированы на такие языки, как, ну, знаете, итальянский, например, или голландский. Обычно они... Они дублируют столько сериалов, что это поставлено на поток. И звучанию не уделяется слишком много внимания, и по звучанию слышно, что все в студии. В каждом их сериале, где бы ни происходило действие, слыша этих итальянцев или голландцев, всегда понятно, что они в студии. Когда персонажи снаружи, выходит хуйня какая-то, я этого терпеть не могу. И поэтому, когда люди такие, ой, я смотрю... Мой немецкий друг смотрел «Игру престолов» в голландском. Ой, извините, в немецком дубльжее, я не одумевал. Почему? Слышно, что все в студии, а они на поле боя. Да, это то же самое с тайскими озвучками, о которых я рассказывал в одном из прошлых выпусков. И они не в курсе, что такое сведение звука. Вместо того, чтобы создавать эффект окружения, везде одинаковое студийное звучание. И вместо нормального сведения они просто делают тише все остальные голоса. И все звуки, все остальные звуки. Поэтому голоса просто в 10 раз громче всех звуковых эффектов, когда кто-то говорит, а потом они опять становятся громче. Боже мой. Сведение, боже, невозможно представить. Это ж ебучая халтура. И не говори. Сейчас, не уверен, что так делали тогда, но сейчас у японских студий принято просто давать чистую дорожку, на которой нет голосов. Да. Типа, вот, держите, мы все сделали за вас. Осталось добавить голоса. Обычно все довольно просто. Но да, что касается озвучивания и переозвучивания аниме и мультиков, это две разные вещи. Да, я считаю, я считаю невоспитым героем в озвучке и дубляже режиссера дубляжа. Потому что мне кажется, естественно, во многом заслуга принадлежит актерам, но я считаю... И в них летит все по дерьмо. В них летит все дерьмо, но я считаю, от режиссера дубляжа во многом зависит, насколько хорошим получится финальный результат. Потому что я работал с актерами и актрисами озвучки в своих Абридж-сериалах. И у меня они справлялись охуенно. Но иногда я слышал их в других проектах, и... Они ужасны. Они звучат плохо, и мне обидно, потому что я знаю, какой потенциал у них есть. И я знаю, что проблема, скорее всего, в плохой режиссуре. Понимаете? И... Говори... Гиго к себе похвалил так немножко. И многие люди об этом не задумываются или не знают это. Они просто думают, что это фиговый актер. Понимаете, о чем я? Да, это реально досадно. На самом деле, сложность в том, что если тебе не приходилось видеть режиссера за работой, или не приходилось работать с режиссером, очень сложно понять важность их роли. Потому что я не совсем понимал, пока не поработал с ними в одном помещении. И это человек, который... Когда ты занимаешься актерской игрой сам по себе, ты мешаешь сам себе. Ты свой худший враг. У тебя в мыслях только, бля, надо было сделать так. Записывая для своих видео, я делаю по 20 дублей. При записи для кого-то еще с режиссером хватает одного дуба. Потому что они говорят мне, чего хотят и помогают этого достичь. И многие люди, 10% актерской озвучки, могут прекрасно зачитать реплику без режиссеров. 50% нужен режиссер. И 30-40%, которые, будем честны, никогда не научатся, они безнадежны, как ни грустно. Это один из тех случаев, когда не обойтись без хорошего слуха на такие вещи. Это надо уметь. Безусловно. Определенно, это надо уметь. Потому что лично я считаю, что я намного лучше режиссирую, чем озвучиваю. Хотя я занимался и тем, и тем. Я старался вставлять как можно меньше своего голоса, когда в прошлом занимался какой-либо работой по озвучиванию. Но мне очень нравится режиссировать, потому что это... Это определенно уникальное умение. Потому что я наблюдал за тем, как другие люди режиссируют свои работы, и у каждого свой стиль. Некоторые попросту совершенно неэффективны. Некоторые режиссеры озвучки просто понятия не имеют, чего они хотят. Понимаете? И тогда лишь актер озвучки может спасти, каким-то образом спасти положение, когда режиссер не понимает, чего он хочет. У тебя бывают такие моменты, когда ты режиссируешь кого-то, и ты... И они произносят реплику не совсем так, как тебе хочется. И тебе приходится им объяснять. И вы доходите до третьей попытки. До третьей. Уже в третий раз. В третий раз вы пытаетесь, но они все равно произносят не так, как ты хочешь. Вы продолжите? То есть, ты продолжишь пытаться им объяснить, или просто остановишься на одном из дублей? Обычно я вот что делаю. Я как могу стараюсь им объяснить. Ага. В худшем случае я зачитываю реплику, это делается таким образом. Обычно так не принято, это вроде как не непрофессионально. Но отнимает много времени, режиссер зачитывает реплику и говорит, просто повтори так же, как я. Да. И так я делаю в худших случаях. И если они даже этого не могут, то приплыли нахуй. Все очень плохо. Потому что если они не могут услышать, что я только что сделал, и не могут это повторить, то они без понятия, что я сделал. Да. Я думаю, окей, они даже не поняли, что я сделал. Они ни на что не годятся. Да, да. Я... Это худшее в мире чувство, не правда ли? Это просто ужасно. Я сделал серию видео, в которых исправлял игры, хентай, аниме. Я переделывал их озвучку с нуля. И единственным правилом было, что мне нельзя изменять... Мне нельзя было менять ничего, кроме озвучки. Весь смысл был в том, чтобы доказать зрителям, что, слушайте, плохую озвучку можно исправить, но в большинстве случаев сериал или что-то еще ужасает своим качеством не из-за плохой озвучки. Обычно проблема в том, что и все остальное ужасно. Но внимание на себя обращает чувак, выдающий фиговую реплику. Так? Но обычно это следствие того, что и все остальное фигово. Актеры озвучки во многих случаях не в приоритете. Потому что обычно озвучку оставляют напоследок, и некоторые игры, и тому по... Игры, как правило, самые... самую ужасную озвучку можно найти в... Особенно в японских играх, которые переведены на английский. Обычно в них просто пиздецовая озвучка. Да, и у многих из этих игр еще и при этом абсолютно ужасная локализация. По диалогам ясно видно, что человек, который их переводил, ну, мягко говоря, не слишком-то владеет обоими языками. Да, и дело в том, что обычно им выделяют не то, чтобы баснословный бюджет, а эти игры длинные. Им заметно не доплачивают, к сожалению, да. И они думают, а, пофиг, не буду напрягаться. Да, это смешно. Прогоню через гугл-переводчик, и так сойдет. И хуй с ним, никто не заметит. Актеры озвучки все равно обзорные. Я ставлю японские слова, типа, Ока-сан, знаете... Ока-сан означает «мама» на японском. Все идет согласно Тейкаку. Классика. Ты говоришь о озвучке и об актерах озвучке. Единственный из нас, кто участвовал в озвучке аниме, это ты, Джоуи. Да. Настоящего японского аниме. Что можешь рассказать об этом опыте? Было очень глюво, потому что... Твой голос звучит в поп-тим эпик. Да. Кто нужно было... Да, ладно. Я, в общем, по чистой случайности поучаствовал в озвучке... Я смотрел, помните, эпик. Правда, я смотрел его не полностью. Ну, половину. Думаю, кто смотрел, тот понимает, почему. Потому что есть одна озвучка нормальная, а вторая озвучка тоже самый сериал, но в другой озвучке. Вот второй вариант я не смотрел. Ну, больше зачем смотреть, но это уже дважды. Поп-тим эпик. Хотя все мои реплики английские. Формально это японская озвучка. Я есть в титрах. Я знаю, потому что в анимейшн дублировали поп-тим эпик, и они не использовали мой голос. Не думаю, что у них были на этом права. Нет, не было. Но знаете, в анимейшн, вы могли бы выйти на свеч, бро? Моя личка открыта. Моя личка открыта. Мы фолловим друг друга в твиттере. Вы могли бы мне написать. Да не важно. В общем, я озвучил. Там была целая серия, озвученная на английском, потому что в поп-тим эпик просто нет правил, да? Да, нет правил. И было здорово, потому что я озвучил вместе с парнем, который озвучил Рио из «Человек-дьявол-блакса». Он тоже знает английский, он свободно владеет английским. Да? Да, и очевидно, поэтому он тоже озвучил роль на английском. И было реально клёво, потому что, в общем, во многих случаях озвучка выглядит вот таким вот образом. Один человек заходит в комнату, читает свои реплики, заходит следующий. Обычно так, да? Да, обычно так, но не знаю, может, это особенность японской индустрии, но, по крайней мере, для аниме всех актёров озвучки, которые участвуют в конкретной серии, собирают в одной комнате. И там расставлено 4-5 микрофонов. Да, я видел это в некоторых документалках о съёмках, потому что, насколько я понимаю, при озвучке в англоязычных странах есть одна комната, в которой один актёр. Да, один идёт за другим. Один за другим. Но в аниме пишутся все одновременно. Да. Поэтому, если в сцене присутствуют 4 актёра озвучки, то все четверо пойдут к своим микрофонам. Да. После чего они, все держа свои сценарии в руках, будут по очереди читать реплики, а когда не их очередь, они отходят от микрофона. Кажется, на Западе так раньше озвучивали все мультики. Но вроде в последнее время всё изменилось. Думаю, да. Пожалуй, сериал, в котором эффект от этого однозначно заметен, это Коносуба. О, нехорошо. Там заметно, что все персонажи ведут живой диалог. Это помогает. И дубляж, дубляж у Коносуба отличный. И они молодцы, что смогли передать ту же энергичность, не находясь в одной комнате, потому что... Потому что эту энергичность в японской озвучке Коносубы нельзя не заметить... Ну, просто, типа, там, топовых сейл собрали, на самом деле, ещё. Благодаря этому, ну... Это действительно здорово. Можно понять, что это не просто персонажи, подкалывающие друг друга, а актёры озвучки, которым вместе реально весело. И в подобном сериале нужна такая динамика. И вот что ещё было очень клёво с «Поп Тим Эпик». Знаете, мы все записывались для одной сцены. В ней был я, основной актёр озвучки, и три-четыре актёра, которые озвучивали второстепенных персонажей. И действительно клёво было то, что в конце сцены, если кому-то из нас нужно было перезаписать дубль, поскольку все актёры озвучки собрались вместе, можно было критиковать, что мы только что записали в той сцене. В общем, мы все собирались вместе, и я получал профессиональный совет от актёра озвучки, который озвучивал самого Рю. Ладно, ты отлично произнес эту реплику, но если ты произнесёшь следующую вот так вот, то я смогу ответить вот таким вот образом. И пока мы всё это обсуждали, режиссёр озвучки тоже нас слушал. И он мог сказать своё слово по необходимости. Ну и мне не пришлось записывать слишком много дублей для Тимпу Пеппика, потому что режиссёр говорил просто «Да, хорошо!». Ему было просто пофиг. Он такой «Ага, достаточно хорошо, поебать вообще!». Ну всё-таки ты говорил на английском, и он думал «Да, наверное, звучит лучше, чем большинство англо говорили». Точно. Единственный раз, когда актёр озвучки попросил меня, режиссёр озвучки попросил меня кое-что специфичное, было, когда я озвучивал закадровый голос для сцены с пародией на Guilty Gear. Я должен был сказать «Heaven Hell» как в Guilty Gear. И он такой «Не-не, режиссёр дубляжа был огромный фанатом Guilty Gear». И он такой «Не-не-не, это не так говорится!» «Ты должен сказать вот так вот!» «И просто проорал это на меня через громкую связь, и я такой типа…» «Окей!» «Я принесу это так, да!» «Выхоже, было очень весело!» «Было супервесело!» «А ты при этом нервничал?» «Вот чёрт, ещё как!» «Потому что, потому что все остальные были профессиональными японскими актёрами озвучки!» «Но было круто, потому что все актёры такие «Вау, давно ты занимаешься озвучкой!» «А я им, это моя…» «Я вообще первый раз!» «Строго говоря, это моя первая работа!» «И они такие «Ты чертовски хорош!» «А я, что ж, зовите меня ещё!» «И все начали аплодировать!» «Да!» «Все подняли Джоуи в воздух!» «И я такой «Подписывайтесь!»» «Чёрт, чувак, а у меня бывали просто ужасные клиенты, когда я записывал много реклам, потому что приходило руководство, они приходили и критиковали, и они нихуя ни в чём не разбирались!» «И они…» «Помню, был один чёрт, я записал всё с одного дубля и думал, что я был неотразим, но он такой «Да, что-то тут не то!» «Он не был режиссёром, просто мужик, который платил за рекламу!» «И он такой «Можете попробовать как-то иначе?» «Я сделал точно так же снова!» «Без изменений!» «И он сказал «Идеально!»» «И это, кстати, я помню, нам в универе тоже об этом говорили, что иногда просто руководству нужно что-то, типа, изменить, чтобы почувствовать, что, ну, типа, ты сделал какую-то работу, в смысле, сам начальник!» «То есть, поэтому там всякие обузы со сметами, там всегда нужно быть с запаской, что, скорее всего, урежут 100% просто, чтобы урезать что-нибудь, потому что, ну, надо, потому что…» «И вот здесь, да, тоже, ну, я работаю, я работаю, видите, вот я проверил материал, изменил, всё!» «Я подумал, я подумал, так, блядь, и знал!» «Потому что, я знаю, я ещё подумал, мне может сойти с рук, если я сделаю то же самое ещё раз?» «Но, наверное, не во второй раз, я решил попробовать и проверить, заметит ли он. Ни хера не заметил». «После этого, когда он что-то говорил, я смотрел на режиссёра, я смотрел на него, типа, «Мне следует к этому прислушиваться?» «Потому что он всё сводил и режиссировал». «Ясно». «Он обычно он делает так, эм, вот как всё устроено». «Он меня режиссировал, а Клейм просто стоял и говорил, хм, хм, да, хм, да». «Я озвучил всякие бизнесовые штуки». «Да». «Что-то типа…» «Постоянство», «Вдохновение», «Потому офигу». «Да, ты вроде озвучивал рекламу «Джилет», да?» «Или не «Джилет», это была реклама геля для бритья, как он там назывался?» «Как-то, это была «Вечность назад», я целый год рассказывал про корабли». «Корабли?» «Что-то типа… какие-то… я не знаю название корпорации, не знаю, можно ли мне рассказывать, я не знаю, что я подписывал. Я… раз… раз в неделю я приходил на три часа и рассказывал про корабли». «Сколько тебе было?» «Это было год назад». «Серьёзно?» «Каждую неделю я приходил и рассказывал…» «В Лондоне, да?» «Да, в Лондоне мне платили где-то… бля, сколько же мне платили 250 фунтов в час». «Ничего себе!» «Это примерно 300 баксов». «За рассказы о кораблях?» «Это, скорее всего, намного больше, чем актёрам озвучки платят за аниме». «Да, определённо». «Да, в аниме ставки не такие уж высокие, то есть я… я не знаю, просто скажу, что слышал…» «Мы так точно заплатили меньше». «Да, да». «Кое-что слышал. Да. «Знаете, в аниме платят, насколько мне рассказывали, не знаю, правда ли это, можно ли мне это говорить, но платят не очень». «Я думал…» «Меньше, чем мне тогда». «Да, да». «Ну, я думаю, всегда было известно, что сфера озвучки и в особенности озвучка аниме просто…» «Им платят меньше всех». «Да, там платят меньше всех, поэтому многие актёры озвучки теперь подались в игровую и другие индустрии». «Расклад приблизительно такой. Обычно за рекламу платят больше всего, потому что в рекламе и так обычно высокий гонорар. А ещё ты получаешь процент с продаж. Если твою рекламу будут крутить в таком-то числе мест по радио и телевидению, это учитывается в цене. «И за одну рекламу, на которую у тебя уходит 20 минут…» «Зачастую именно столько, ведь реклама в основном длится полминуты». «Да». «У меня уходило не больше получаса». «Ясно». «Но они могут заплатить 15 штук за покуп прав. «Итак, гонорар за запись 250 фунтов и ещё сверху 10 или 15 штук, смотря где и сколько её будут крутить». «Я знаю, что озвучивавшего для Макдональда в Англии, эта реклама была всей его карьерой». «Да, серьёзно?» «Потому что платят просто дорогие». «О, да, это всё-таки Макдональдс». «Шестизнак за каждую рекламу». «Охренеть». «К счастью, так была устроена индустрия. Тебе платят, если твой голос используют». «Можете представить, если бы получали шестизначную сумму за парапапапам?» «Если бы. Но дело в том…» «Просто представь, сколько, сколько Макдональдс заработал на этом актёре озвучки?» «Да, да, да. Потому что обычно с рекламой принято так, что если ты обычно с голосами так, если корпорация нанимает одного актёра озвучки, то, как правило, этот актёр всегда и всё озвучивает. Когда я работал в Лондоне, мне по большей части подворачивалась работа в рекламе. И постоянно была конкуренция за получение работы в рекламе, которая станет постоянной. И я получил работу с кораблями. Но я не придал ей особого значения. А я не проходил проб, они запросили меня. Я пришёл, зачитал, я рассказал о… И объяснял кучу всяких штук про крупные корабли. Корпоративных целей. Я каждую неделю приходил и говорил о чём-то типа балластировки, например. Четыре ёбаных недели я рассказывал про балластировку. Есть такая вещь, балластировка, мне ли не знать после четырёх сетей. Надо просвети же нас. Что такое балластировка, добрый сэр? Это типа… Это типа… Не могу вспомнить точных слов. И помню каждый раз, когда я это произносил, потому что у меня британский акцент, так? Но… Произношение у меня ненормативное. Что типично, типично для акцентов. То есть я говорю «гресс», а не «гросс». Поэтому мне постоянно говорили… Это… Это было… Ненормативное произношение, Коннор. Давайте заново, я им, да, конечно. Балластировка – это, ну, в таком духе, по сути, это когда корабли набирают воду и сбрасывают. Сбрасывают её после. Ладно. Но там было столько научных терминов, и я просто… Там были написаны штуки типа «гидроснатриоксид», «оксигенация», и я такой… Ну ладно. И самым сложным было то, что они платили за то, чтобы я зачитывал текст правильно с первого раза. Ага. И я впервые видел текст, когда приходил туда. Ясно. Уверен, у тебя было так же с «Поптим Эпик». Нет, не так. Ты видел заранее? Для «Поптим Эпик» мне не только прислали сценарий за три недели до самой записи… Да. …но я ещё и получил диск с… Бля… …с видеорядом. Удивительно. Так что я мог репетировать сильно заранее. И оказывается, это норма для аниме индустрии. Такая в Японии система доверия. Да. Представляете? Подразумевается, что они верят, что ты никуда это не сольёшь. Будь это любая другая индустрия, напрашивалась бы утечка. Я ещё и не подписал контракт. Чего? Тебя прислали всё без NDA? Просто прислали. Надеюсь, что я не стану сливать. Это жёстко. Я могу сосчитать на пальцах рук, сколько раз я получал текст заранее. Тебя. Практически никогда. Правда? Текст оказался передо мной. У меня была пара минут, чтобы по нему пробежаться. Но они тут же ожидали, что я оторабаню его. С первого раза. И повторю в тех текстах. Были слова, которых я никогда не встречал в английском языке. Я не знал, что за слова, но при этом от меня ожидали, что я без ошибок зачитаю их с первого раза. Именно за это и платят абсурдные деньги. Я знаю, что люди, ведущие официальный, блядь, дискорд Бандая, должны подписывать договор о неразглашении. А ты? Да. Ты вообще в озвучке участвовал? Просто поразительно. И получил весь сценарий заранее. Вот тебе девятая серия за полгода до её выхода. Удачи. Ха-ха-ха. Нет, это было безумием. Я получил его по почте, и они не сказали, что пришлют тогда. Я тоже предполагал, что увижу сценарий и всё остальное, когда придут туда. Обычно только есть. Да, и я слышал то же самое. Доближет делает так же. Да, да. Доближет так же. Я слышал то же самое, но это был не единичный случай, когда я озвучил камео в игре Герсая «Фэнтом Триггер». Мне тоже прислали сценарий за две недели до. Я получил только текст, но тем не менее. Да. То есть распечатку сценария, и по ней уже озвучил. Я думаю, различие в том, что на Западе сценария обычно редактируют до последнего дня. Да. Так что обычно ты, может, получишь даже не финальный вариант сценария. А ещё на Западе никому не доверяют. Что? Что? Конечно, в этой стране, в которой можно оставить грёбаный ноутбук посреди закусочной, уходя в туалет и быть уверенным, что когда вернёшься, он никуда не денется. Мне хочется слить про те корабли. Фиг знает зачем, но мне хочется. Всем пофиг. Но мне просто хочется это слить. Никому не говорите, что они используют гипероксид натриохлорид. Да, чуваки, безумие, но вы знаете… На тебе хорошо заплатили за корабли? Да, платили отлично. О, да. Но это мечта актёра озвучки. Я занимался этим не ради денег, а ради веселья. Эм… Ну да, я тоже. Мне кажется, что люди, которые идут в актёры озвучки, особенно это касается анимо-индустрии, они делают это по зову сердца. За сеансы ничего. Ну, как и в аниматоры идут, да, тоже, где очень мало платят. Чего не платят, если только ты не актёр из гильдии Лос-Анджелеса? Да. Тогда платят достойно. Вроде минимум 250 долларов за сеанс. Двухчасовой сеанс. Эм, ну, да, ты получаешь известность, что даёт больше возможностей в аниме. Не знаю, у меня такое чувство, что в последнее время стало меньше известных больших имён в озвучке. По крайней мере, что касается дубляжа. У них были конкуринсы, чё? В аниме вот столько. Старые никуда ещё не делись, потому что, ну, времени так много прошло, а иногда и новые появляются. Его все хотели. Да, да, именно. Но сейчас, даже если ты участвуешь в дубляже прям хитового сериала, ты всё равно не получишь такой известности, как, скажем, в середине двухтысячных вот таких актёров озвучки, как Стив Блюм, Джонни Йон Бош, Криспин Фриман, которые просто… Это актёры озвучки высшего разряда. Кто они такие? Да, да, именно. Но с текущей обстановкой в индустрии всё куда сложнее, просто потому что дубляжей стало очень много. Да. И всё показывается одновременно. Если это фанимейшн, то дубляж, скорее всего, будет выходить одновременно. И теперь все смотрят аниме очень по-разному. Да. Вернёмся опять же к затоплению Японии. Я не знал никого из актёров озвучки в этом аниме, потому что я постоянно переключался между дубляжом и субтитрами, в зависимости от того, что мне больше нравилось. Мне кажется, что уровень озвучки в дубляжах в целом перешёл планку удовлетворительно почти везде. Да, попадаются сериалы, в которых дубляж звучит слегка забавно, знаете? Но по большей части, если я хочу просто отключить мозг и слушать тот язык, который я хочу, на котором я говорю, я просто включу дубляж и буду вполне уверен, что он будет достойный. Да, дубляжи до этого росли. Да, определённо. Не осталось ржачных дубляжей, как в 90-х годах. Не-не-не. Я считаю, что поэтому все споры об озвучке против субтитров, ну, утихли к этому. Но при этом, я бы сказал, оборотная сторона в том, что теперь меньше дубляжей, выделяющихся на фоне остальных. Да? Потому что я вспоминаю свои любимые дубляжи, например, Баккану. Лучше. Понимаете? Эти дубляжи выделяются. Я помню, насколько они были хороши. Такими они были качественными. Однако в наши дни, я не знаю, мне не приходит много дубляжей, которые... Ну, то есть, всё хорошо, всё достойного качества, но я не могу назвать ничего, что по-настоящему выделяется среди остальных дубляжей. Для меня последнее, самое свежее, самое свежее, конечно, в кавычках, аниме, где дубляж просто вау, это «Чулка и труська». Да? Но оно вышло в 2008-м. Да. Поэтому я и говорю «самое свежее», в кавычках. Так тогда была устроена индустрия. У тебя было две недели только на кастинг. Две недели на одно только это, и не говоря об остальном. Но теперь у тебя две недели. Даже не две, а одна неделя. На кастинг, перевод, и чтобы собрать актёров и сделать запись. И нельзя ожидать, что из этого получится что-то хорошее. Ну, в результате получается хорошим, достойным, но мы не получим ничего крышесносного. Да. Последний дубляж, который меня поразил, был, пожалуй, дубляж Вратштейна. Да. Потому что это был один из тех сериалов, где я по достоинству оценил усилия, вложенные в переводы и сценарий. Да, да, да. Не только озвучка, но и всё остальное было, в принципе, отполировано. Кажется, сценарий составлял… Джей Майкл Таттум. Да, игравший главного героя. Да, и именно поэтому он был просто неотразим. Это было нечто. В роли Кёмы. Итак, я думаю, что в эру одновременного дубляжа попросту намного сложнее достичь того же качества и того же хайпа, потому что у тебя не так много времени. Ещё я думаю, по крайней мере, у Фанимейшн, когда их купили Сони, они провели большую реструктуризацию, после чего направленность стала не на том, чтобы хватало времени, а на том, чтобы всё выходило быстрее. Да. Что, пожалуй, объяснимо, но в то же время теряется часть магии. Дубляжу уже не бывает. Ого-го, понимаете меня? А вообще вопрос к тебе, Джоуи, потому что кому как не тебе судить об этом? С начала времён шли споры о субтитрах против озвучек, как ты знаешь. Японская… Японская озвучка всегда отличная. Тебе попадались какие-нибудь сериалы или какие-нибудь аниме, где была плохая озвучка именно в японской версии? Блин, сложно сказать, потому что… Но есть же всякие рофильные эти, которые плохие во всём, в том числе в озвучке, типа там, с худших аниме там. Потому что, по крайней мере, в озвучке, насколько я понимаю, по моему опыту, по крайней мере, в японской озвучке аниме была установлена просто безумно нереально высокая планка. Ещё с тех пор, когда, ну, то есть я, естественно, могу вернуться к аниме из 70-х или 80-х, и там наверняка найдётся плохая озвучка. Но только потому что в 60-х ещё не было всё доведено до ума. Но, честное слово, пожалуй, всё аниме, которое я видел, начиная с конца 80-х и ранних 90-х, не думаю, что, может быть, в них были один-два плохих голоса или один-два, ну, не дотягивающих до всех остальных в сериале голоса, но… Не могу сказать, что я видел целые сериалы с плохой озвучкой. Противоположность плохим дубляжам. Да, именно. И не знаю, может, это культурная особенность, может… Дело в том, что у них здесь создана система отбора талантливых голосов. Да, да. Есть специальная школа для актёров озвучки. Верно. У нас на Западе таких нет. Ты идёшь в актёрскую школу, а затем, возможно, в озвучку, если тебе это нравится. Верно. Но нет конкретной системы. А здесь учатся по четыре года в специальном университете. Да, вот именно. По той же самой причине… Четыре? Я про два помню. Школы эти для Сэйо. Хм… Может, у них есть и то, и то? То есть, конкретно именно университетские… Хм… То есть, даже ещё круче, чем я думал. Но ведь многие Сэйо, да, начинают вообще школьниками. Это, кратки, вот, наверное, те, кто из школы, да, начинают. Они, возможно, ходят на курсы. Параллельно, там, условно, школе, да. А некоторые просто заканчивают спокойно школу, потом спокойно заканчивают универ, и только тогда идут на озвучку. Да, наверное, вот два пути. В общем, корейцы блистают в киберспорте. У них есть инфраструктура, поддерживающая развитие талантов. Да. И в Японии, естественно. Давно существуют школы, где планку постоянно повышают и повышают. О, да. Тогда как на Западе такого нет. Именно. И знаете, что ещё хорошего в такой структуре, по крайней мере, для японской озвучки? Если в индустрии появляется новый актёр или актриса озвучки, поначалу они получают очень-очень маленькие роли. Может быть, одну строчку или даже разговор на фоне, чтобы они привыкли к условиям работы и набирались как можно больше опыта. Ну, иногда, кстати, бывают, которые совсем вроде новички по работам, но им выдают иногда либо главные роли, либо какие-то важные роли. Это, как знаете, разные в блокбастерах иногда берут неизвестных актёров для фильмов по типу «Звёздных войн» или там «Властелины колец». Типа, многие актёры вообще новички, и они просто потом выстреливают после этих фильмов. И вот здесь то же самое. А затем, когда они исполнят десять ролей персонажа, который проходит позади главного героя и только после десятого раза, только тогда им могут дать роль. Это очень японский подход. Да, на две строчки больше, окей. А дальше мы дадим тебе пять строчек, а затем десять и так далее, и так далее. Если только это не человек, сходу обладающий безумным талантом, которому можно с уверенностью дать роль в сериале, чтобы он сделал себе имя. Одна из лучших ролей в дубляже исполнена актёрами, которые не играли ни в каких других анимационных сериалах. Это точно, да. Вроде бы... Вроде... Джонни Йонг Бошу его первая роль в дубляже досталась случайно. И вроде бы со Стивом Блюмом случилось так же. А, да, кажется, насколько я помню. Да. Я уже подзабыл, как там было. Типа... И оба фантастические актёры озвучки. Боже. Кажется... Озвучивавший Лайта в дубляже «Тетранец смерти» он озвучивал для Ocean в Канаде. Да, ещё он озвучил Рока из «Чёрной лагуны». Кажется, до этого у него была роль в «Мой маленький пони». Серьёзно? Или после? Наверное, после. Да, он не появлялся вообще нигде. Я знаю, что голос Лады Руссо из «Бакано» не озвучивал никакого аниме. Да, да, я помню, что тогда многие... Для многих актёров озвучки из «Бакано» эта роль стала первой. И все они были охуительными, понимаете? Да, да, действительно. Там было много неизвестных актёров и актрис озвучки в том сериале. Отличный сериал. Да. Вопрос к вам, ребята. При том, что для японской озвучки установлена невероятно высокая планка, какие сериалы всё равно выделяются среди них для вас, в плане именно японских талантов, японской озвучки? Я назову сериал, который удивил меня совсем недавно. Это «Выдающиеся звери». О, да. В «Выдающихся зверях» просто нереальная озвучка. Она... И она очень отличается. Она не... Она не звучит как типичная анимешная озвучка. Звучание очень приземлённое и очень реалистичное. Я не знаю, какой актёр озвучивал «Легаси», но он... Его озвучка была так хороша. «Легаси» и «Луис». Да. Это было озвучивание этих персонажей было лучшим за весь год в аниме. Бесспорно, бесспорно. Да я устал просто от этого. Ну, не понравил. Я вообще не считаю этот сериал хорошим в своей изначальной концепции, в принципе. Мне неважно, какие у него преимущества, там уже технические и так далее. Он просто плох изначально. Мне кажется, у него нет шанса стать хорошим. Просто... Из-за первоисточника банальная. Да почему это 3D? Это было хорошее, кстати. Не для всех, Зар, ты это знаешь. По моему мнению, даже с учётом таких сериалов, как «Новый сезон Атаки Титанов» с её отличной актёрской игрой. Я всё равно считаю выдающихся зверей на голову выше остальных. Думаю, выдающиеся звери в целом были на голову выше всех остальных. Да, да, да. Это был просто удивительный сериал. Я пытаюсь вспомнить японский сериал, поразивший меня озвучкой. Джо-Джо? Но мой чувак Дио не подражаем каждый раз. Эта игра... Я уже говорил раньше об его исполнении роли Дио. Да. Если отбросить мемы... Да. Он охуительный. И я бы сказал, что у всех в пятой части просто фантастические голоса. Да. Пожалуй, японская озвучка ещё может похвастаться тем, что отлично справляется с кастингом. Они понимают, насколько важен кастинг для персонажа. О, я сейчас работаю над видео, я посмотрел дубляж «Клонада». И там есть сцена, где учительница озвучена мужиком. Чего? Да. Типа... Я... Естественно, сейчас не могу показать, но я покажу вам позже. Вот почему я не смотрю дубляжи. Да уж. Там есть одна такая сцена, я смотрел дубляж и не понимал её. Но мне прислали клип, и я его посмотрел. И это явно мужик. Он говорит... Привет, мальчики. Вот так. Как дела? Типа... Чё? Как это одобрили? Что касается озвучки, раньше было очень много странной херни. Сейчас мы обсудим примеры плохой озвучки, да? Да, точно. Надо обсудить школьные истории о привидениях или что-то типа такое. О, такая тон! Он настолько плохо, что... Обожаю эти, эти мемы, эти нарезки из этих, просто, божественны с этим. Прикос? Блин, я на твеща, чёрт, я, 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 наверное, не буду. Но, по крайней мере, типа, Harder Baby, вот это всё с кроликом, ну, блин, да. Или когда чёл говорил, говорил какую-то осмысленную речь, а потом сквортился, БЛЛАЛЯЛЯЛЯЛЯЛЯЛЯЛЯЛЯЛЯЛЯЛЯЛЯЛЯЛЯЛЯЛЯ. Где к полицейскому прибегают детишки. Черт, как же это хорошо. Плохо, что даже хорошо. Люди всегда просят, когда я пишу в Твиттере, что собираются исправить плохие сцены из-за аниме. Меня просят исправить школьную историю, я не понимаю, что тут исправлять. Они классные. Это же просто охуенно. Дело в том, что... Если мне не изменяет память, история следующая. В Японии продажи школьных историй были просто ужасными. При выдаче прокатной лицензии они всем говорили, делайте, что хотите, чтобы сериал продавался хорошо. Мы даем вам полный карт-бланш. Там были свои условия. Были, конечно, но по сути им дали полный карт-бланш. И, насколько я слышал, каждый день актеры озвучки, каждый из них старался первым озвучить своих персонажей. Чтобы остальные актеры подыгрывали им. Это был первый обридж. Да, 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 по сути. Да, странно думать, что сериалы в 70-е озвучивались. Тогда же не было электронной почты. Типа, как они озвучивали, а актеру озвучки буквально давали диски, и он просто дублировал, и японцы надеялись, что озвучка получится хорошей. Это же странно. Даже тогда было все основано на доверии. Это же странно. Пожалуй, я возьму этот диск и пойду домой. То есть видеокассету. Бетамакс. Типа... DVD? Интересно, а что было до DVD? Возьму эту кассету. ПЗУ на лазерных дисках? Да, лазерных дисках. Лазерный диск. Они так и не стали популярными на Западе, да? Нет. Боже мой, это странно. Думаю, поэтому, когда озвучка кажется странной, потому что в ее основе до сих пор лежит принцип. Озвучь первым, ну а остальные подстроятся. Поэтому последнему актеру... Верно. Да, да. ...было легче других. Да, поэтому им приходится все время подстраиваться под реплики озвученных уже персонажей. И если первый актер озвучил херово... К сожалению, да, иногда из-за этого возникают странные ощущения, поэтому режиссер должен быть во главе озвучки. Да, да, и поэтому режиссер должен следить в целом за процессом озвучки персонажей, потому что иногда не похоже, что персонажи разговаривают друг с другом. Да, я говорил, что работа режиссера делится на две части. 10% заставить актера хорошо играть, 90% убедиться, что персонажи звучат естественно. Это сложнее всего. Постоянно приходится думать. Так, это отличная реплика, но соответствует ли она репликам других? Приходится думать о таких вещах. Такому научиться тяжело. Приходится контролировать не только то, что произнес актер, но и то, как он это сделал. Необходимо уметь различать нюансы, на которые обычно люди не обращают внимания, но если сделать это плохо, то возникает ощущение, что актеры просто зачитывают реплики. Это не похоже на настоящий диалог. И это вызывает натуральное отторжение. Да, похоже на разговор из разных измерений. Да, да. Он из одного мира, она из другого. Между мирами открылся порталы, а не поздоровайся. О, привет, Марк. Привет, Марк. Привет, Марк. Видно, это моя страсть. Обожаю эту дерьмо. Главное, чтобы не о музыке. Не о музыке. Мы научим этого пацана в будущем, научим чувствовать музыку. Не думал, что когда я ему скажу подобное. Просто, просто очень жаль, что в этом эпизоде с нами нет Кевина в качестве гостя. Я уверен, Кевин вообще смог бы переубедить меня. Не-не-не, я просто хочу посмотреть на его реакцию, когда ты скажешь всё это, блядь, композитору в лицо. Кевин, если смотришь нас, я не могу убедить Кевина прийти на наш подкаст. Однажды у нас это получится. Я хочу услышать пашки аллога. Хочу, чтобы ты посмотрел на него пустым взглядом и сказал, саундтрек из созданного бездей был приятным. Да, просто такой пустой взгляд, и я не запомнил ни одной из твоих мелодий, но они были приятными. Приятный шум. Я слышал звук. Мне кажется, я... В сравнении с мозгом композитора, мой мозг устроен совершенно иначе. Когда я разговариваю с Кевином, я понимаю, что ход моих мыслей совершенно другой, абсолютно во всём. Безумие. Очень странно. Думаю, мой мозг просто устроен иначе. Даже с нами ты не находишь общий язык, а мы даже не композиторы. Мне кажется, ты очень музыкальный. Безусловно, да, но я не Кевин Пенкин. Да, конечно, но у тебя есть любовь к музыке, которой нет у меня. Я не сочиняю музыку, для меня это бессмысленно, и я не понимаю этого. В детстве я пытался научиться играть на барабанах, но понял, что это не моё. А ты помнишь, например, работы различных аниме-режиссёров? Если ты назовёшь имя... Например, Хосо Дамаморо? Нет. Скажем, Симькаи Макото? Да. Твоё имя. Да. Этого я знаю. Погоди, ты не знаешь Хосо Дамаморо? Нет, чё не знаю. Ты не смотрел «Волчьи дети Амэйюки»? «Летние войны». Я смотрел «Летний войн». Фильм «Зегемон». Не смотрел. Кто Близ смотрит эти фильмы? Сейчас все разозрятся. Эй, они охуенные. Я шучу, шучу, шучу. Это шутка, не убивайте меня. Да, «Летние войны» и... Ученик чудовища. Ученик чудовища. Он также снял фильм «Ван Пис». Как называется фильм про путешествие во времени? Девочка покорившая время. Я его тоже смотрел. Слушай, ты знаешь, что он режиссировал опеник «Самурая Чамплоу»? Серьёзно? Кстати, кто-то писал об этом. Он также срежиссировал фильм «Ван Пис», шестую часть, вроде бы. Отличный фильм. Знаю. Охуенный. Ты смотрел фильм «Дегимон» в детстве? Да. А ты помнишь саундтрек? Конечно. Месня от «Бернакед Лейдис». Да. И «Лес энд Джейк», «Фэтбой», «Салим», что это вообще за саундтрек такой? Это были типичные девяностые. А ты помнишь сцену с песней «Олстар»? У них, блядь, «Олстар» в фильме. Чё? Да, я не шучу. Без «Машмаус». У них там был «Смешмаус». Как они получили права? Потому что это было в девяностые. И я помню, притом в японской версии был совершенно другой саундтрек. Понимаешь? Когда фильм был локализован, решили добавить песни западных музык. Ой, да, это что дело там в «Шаман Кинг», да, известное переделение. Все еще такое можно. Ну и других шоу, видимо, тоже это касалось. Кальных групп. Разумеется, я сначала посмотрел японскую версию. Но как-то я пошел в гости к другу, у него была дублирована. И там я посмотрел американскую версию. Когда я услышал песню группы «Смешмаут», я решил, что надо мной прикалываются, да? Это озвучка из Шрека, да? Мне захотелось посмотреть этот фильм. Только ради песен «Смешмот», «Смешмот» и «Фэтбой Слим». Черт, когда я услышал «Фэтбой Слим», я просто охотил. Слышит очень сюрреалистично. Пока так и было, в детстве я не осознавал, насколько уникальным был этот фильм. Но сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что это очень странный выбор саундтрека. Это как притаранить кокаин в детский сад. Да-да, Фредди, Фредди. Допиши нам саунд, please. Станешь, может быть, известно... После Шристи. Типа... Ну ладно, окей. Нет-нет, у «Шаман Хинка» не опенинг изменили, там саундтрек, блин, изменили весь. Ну ладно, не весь, но много саундтреков было на своих. В самом сериале. Опенинг-то хрен с ним. Хоть это как бы, да, известно. Ну, это еще понятно, там полторы минуты всего лишь. Фатбой Слим там была. Не могу вспомнить. Либо она, либо Вэпонов Чойс. Вроде Вэпонов Чойс, да, точно она. Да, Вэпонов Чойс в фильме про дегимонов. Это было просто что-то. Разговор о Фэтбой Слим перенес мне на 10 лет назад. Я, блядь, просто обожаю Фатбой Слим. Фатбой Слим крутой. И у нас Брайтона, между прочим, точно так же, как и я. Да, с моей мамой. Малой Родины. Да пошли, Вэпонов. А среди твоих земляков есть знаменитости, Коннор? Вспомнил только группу Лост Профитс, но они были педофилами. Так что мы... мы не упоминаем их. В общем, да, Лост Профитс и они, а... А, бля... Они были, типа, косили под... под Кабужем. Кажется, я помню Лост Профитс. Это британская рок-группа, которая, типа, как бы отдаленно похожа на Фэллаут Бой. А-а-а, типа, как Паник Адзи Диска. Да-да-да. С большим уклоном в рог, да. Понятно. Я... Кстати говоря, я недавно смотрел аниме, вы слышали о Great Pretender? Я слышал. Досматриваю. Нет-нет-нет. Не-не-не-не-не-не. Итак, так, аниме. Аниме называется Great Pretender. Охуенное. Я посмотрел первые три серии, он выходит эксклюзивно на Netflix, но кажется, что он охуенный. А-а-а, я видел трейлер, хочу посмотреть. Это сериал про ограбление, действие которого происходит в Америке. Да? Крути. Ну, в Америке только одна история, ну да ладно. Именно. Говоря про сериалы про ограбление, приходит на ум Люпин Третий, а других сразу так и не вспомнишь. И в финальных титрах как раз и играет песня Great Pretender. В исполнении Фредди Меркери. О, ни хрена себе. Это было, помню, я смотрел и такой, ух ты, а кто это, похоже на Куин. И реально, вижу, в титрах написано Queen Great Pretender. Охуеть, как они права получили. Так и я о том же, да. Иногда я тоже об этом думаю, потому что есть несколько аниме, в которых звучат западные песни. Например... Как он называется? Райский поцелуй. Там Франц Фердинанд в эндинге. Да. Серьезно? Да, да, в райском поцелуй. Песня от Do You Want Two, я точно уверен. Нет. Нет, 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 точно. Может быть, да иди ты. В титрах Эрго Прокси играет Параноид Андроид от Радио Хэт и... В Восточном Эдеме есть песня Оазис. Пиздец, как сюрреалистично. Но опенинг был просто отличным, просто обосрочно. Опенинг в Восточном Эдеме просто... Сериал классный. Очень классный. Хороший сериал, но мне больше всего запомнился именно опенинг. И, возможно, это вообще мой самый любимый опенинг. Будучи в хорошем настроении, когда Гаррд и я включаем эту песню в караоке, то мы такие... Ну все, погнали, детка. Очень классная песня, обожаю ее. Это классные, это классные песни, и их не стыдно петь в караоке под тем предлогом, что... Ну, они же были в аниме, так что это анимешные песни. Я вебу, и мне нравится Оазис. Да, вообще, когда в последний раз в аниме звучали западные песни? Ну, до Грейт Претендер в Эргопроксе, да? Должно быть еще. Их было немало. По-любому должно быть, мы о них не знаем. Да, я сейчас так не вспомню, сколько же было чисто английских песен, потому что там много японских групп, которые поют на английском. Понимаешь? Да, да. Но если говорить чисто о каких-то западных группах, песни которых звучат именно в сериалах... В начале 2000-х было аниме, я забыл название, где играла песня «Дуран-Дуран» в опенинге. Точно, было! Как она там называется? Было там, там, была... Там камера была, да. Так же называется, блин, в интро играла песня «Girls on Film». Реклама Кэн? Нет. Скоростной графер. Скоростной графер, точно. Скоростной графер, точно. Вот как она называется. А в опенинге сериала «Эксперименты Лэйн» играла странная, но с таким уникальным звучанием песня от британской инди-группы. Да, она. Да, дювет. Да, 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 да. Сейчас прям смотрим. Козер сейчас просто сидит и охреневает от происходящего. Я посмотрел половину из этих сериалов и только сейчас понял, что там правда были эти песни. О, боже мой! Я не запоминаю это, типа... Как можно это запоминать? Я слушаю и типа, прикольно. Боже, я тебя всё равно забуду. Ты пропускаешь опенинги, Коннор? Да, посмотрю один раз, потом пропускаю, за исключением выдающихся зверей. Этот опенинг смотрю каждый раз, типа, там, а, погнали! Понимаете? Ладно, ладно, знаешь, давай-ка поконкретнее. Ты когда-нибудь, окей, ты когда-нибудь замечал, что в некоторых аниме в особых хайповых сценах звучит песня из опенинга? Да, 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 да. Так, хорошо, если ты замечаешь это, значит, ещё не всё потеряно. Кстати, насчёт Флай, то, когда оно появилось на Нетфликсе, песню убрали. То есть, непонятны реально с правами вещи. Чтобы не всё потеряно, это хорошо. Для меня это всё равно, что произнести название сериала. Просто я люблю такие моменты, я не знаю, почему это работает, но каждый раз это... Это будоражит. Да, будоражит. Включите песню из опенинга в хайповой сцене, и без того топовая сцена станет в два раза лучше. Да, 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 согласен, станет. Хайпово, что пиздец. Или ты понимаешь, что сейчас начнётся реальное дерьмо, когда в конце серии начинает играть мелодия из Эйдинга. Да, 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 да. И ты такой, бля, началось, сейчас понеслась моча по трубам. В первый раз, когда я слышу песню из невиданного цветка, у меня случаются приступы ТСР, и я такой, нет, нет, нет. Буря потерь, но я давно уже смотрел, когда я пересматривал. И воспоминания очень хорошие. У меня такое бывает, у меня такое бывает с песней из сериала «Из Нового Света», когда начинается припев. Девки хор, каждая серия начинается с этого. Но в некоторых сериях, ближе к концу, как это называется? «Из Нового Света». «Отличный сериал, наличный топчик». «Занятно, что у этого сериала нет опенинга». Стоп, что? А при чём тут Мадоука? Что за рофл с Мадоукой? «Отличный сериал, наличный топчик». «Занятно, что у этого сериала нет опенинга». «Просто поёт детский хор, и...» «Я как раз хотел подколоть тебя, сказав, что сериал клёв в опенинг». «Да, это и есть опенинг». «Мне очень нравится...» «Песня Рына Сиркулес». «Отличный сериал, не, ладно, я помню, как сначала все сезоны «История монстров», «Онтология «История монстров»» или «Как там?» «Помню, после просмотра я переслушивал песню из опенинга». «Я думал, что я единственный, кому нравится эта песня». «Спустя пару часов оказалось, что она нравится абсолютно всем, наделали много мемов». «В отличие от большинства, больше всего мне нравится другой опенинг». «Платином диск» «Платином диск» «Да, да, платином диск, это песня охуяна». «Платином диск» это... «Сухихий или чей?» «Да, да, да, скихи, да, 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 он второй по мемности, по-моему». «Он офигенен». мне кажется в истории монстров просто куча крутых опенингов даже самый первый опенинг истории монстров не понимал степлеры что простите генера вроде бы каждый раз новые не зная выдающихся зверях не каждый раз было в дороги дорого там их штук пять или шесть зверях менялись меняется там тоже меня серьезно да первый раз я заметил что эндинги менялись именно в истории монстров наверное каждую новую арки также был свой опенинг да на мой взгляд это очень круто сделано до типа подобное внимание к деталям от полированность истории монстров да я знаю что подобное делали и в других сериалах но сразу так и не могу вспомнить где уверен их очень много мне надо записать их это то что я усвоил в этот выпуске что я чувствую когда слушаю музыку написать больше одного слова хотя он например в арке со дачи аж три опенинга жесть конечно ну конечно первый опеник можно сказать и не со дачи арки многие представляют сам по себе но как бы история все находит в арку со дачи у улитки ну и я мне тоже как-то не особо у этой у ёксуге классный опенинг я точно помню само собой опять же два ус надо к ну первый санка момент и все такое на второй тоже довольно хорош опять же цукихи да у кошки по моему что-то там было неплохое но блин я уж опять же господи как будто то я не пересматривал готов пересматривать гатарии даже скидку вроде оставил или нет я уж не помню но неважно короче я бы не отказался пересмотреть гатария неужели нет ни одного фаната гатария пова жду от тебя эссе на тысячу слов и эмоции я испытываю от музыки в аниме под конец подготовлю презентацию о музыке в аниме ага покажем здесь то как ты стараешься вспомнить какие эмоции у тебя вызывает музыка это один из самых ярких моментов откровений которые только видел я иначе на тебя взглянул отвечаю это станет мемом да мне вообще я я я я готов прожарки от зрителей все норм я всегда удивлен что реально конор говорит что он не очень вообще-то похер это всему реально похер без комплексов это удивляет это ничего я я знаю в чем я хорош а в чем не очень гений в шахматах дурачок в музыке этому выпуск про игры и все будут просто сравнивать меня с мартышкой подряд слушать музыку не хочу читать хочу играть шахматы там весь конор да интересно что творится в моей голове да не знаю это странно чувак ребят хотите обсудить что-нибудь еще сейчас не думаю все обсудили на экране наши любимые патроны спасибо большое патронам спасибо за вашу поддержку а вот этим ребятам они красавица по-моему он сказал что и разве это токсик типа он выразился не так он сказал что типа неужели вы считаете что это уровень токсика типами амели токсик но он по с его точки зрения на вообще ни хера не токсик я это так понял типа слишком слабый токсик вот тапчики эти ребята мои любимчики это лучше расскажи какие эмоции не у тебя вызывают конор грусть счастье для того чтобы следить за нашей деятельностью на других всех площадках то подписывайтесь на наш аккаунт в твиттере а также реддит где вы выкладываете много топливейших мемов а мы смотрим про всегда смотрим мы всегда смотрим твиттер и реддит там просто данный момент там просто куча мемов про шахматы да и там просто полны полно и много охуенных да многим интересно как мы записываем выпуски мы немного опережаем график потому что скоро отправимся в путешествие да пока делаем с запасом да верно верно да да я пацан и спасибо что смотрели этот выпуск подкаста трешовый вкус рядом со мной другие два пацана и пацан три благодаря им я здоров и счастлив и я мужчина спасибо большое мужчина спасибо мужик что со мной не так что не так мама решишь статью с сыночком что-то не так и на барна в следующем выпуске мы научим конора разводить костер мы превращаемся в как называется этот канал где примитивные технологии примитивная музыка с конором расскажем ему про ксилофон просто на протяжении всего этого подкаста мы теперь будем наблюдать за развитием нашего колора начиная с пещерного человека заканчивают анчонным джентльменом время следующего просмотра аниме я сделаю заметки о саундтреке и запишу мои впечатления от него больше одной строки да больше одного слова ладно увидимся в следующем выпуске боже мой спасибо большое за просмотр сейчас на экране вы видите список замечательных людей которые поддержали выход озвучки этих подкастов в этом месяце если вы хотите к ним присоединиться все реквизиты указаны в описании особое спасибо нашему переводчику алексею лукьянову спасибо алексею михайлову за озвучку сидит обея им да я видела наши сведения этого и других роликов и спасибо огромное севертацию за озвучку аниме мэна и разумеется спасибо мне как то хрэ я зму озвучил гигу ка увидимся в следующем выпуске пока как-то так как-то так которые звучат ими да уж что ж про землетрясение поговорили рассказали блин офигенные истории про то как здания качаются у вас на глазах господи помилуй что-то хорошее есть в месте где живу в плане что она не качается не ломается единственно затапливается иногда но я живу достаточно далеко московском поэтому меня это тоже есть не касается особо про аниме если я хотел задать вопрос начале подумал типа это фотка ну типа на превьюшке только ради ну типа совпадение или нереально обсуждать будто нереально обсуждали это аниме они уже дал что ним и мэнону понравилось господи она в реально как плохое аниме которая веселит максимум но в целом конечно неудачная да интересный был довольно разговор уже про озвучку потому что да как бы какие-то интересные моменты некоторые даже не знал опять же что не то есть не все как бы через школа есть вообще через универа даже космосею прям прям жестко обычно в аниме всегда представляют персонажи которые через школы идут курсы а там по-моему два года обучения ну и да музыку обсуждали в точнее скорее они просто удивлялись конору вместе со мной в очередной раз удивительно просто удивительно он скорее всего из уважения к режиссеру типа киноклуб сам по себе неплох но не не настолько как мог бы быть или точнее просто он оказался не настолько хорош как казалось изначально но у него есть объективные в любом случае плюсы до самого конца сильные довольно таки а серьезно да может быть и поменял скатился поддался общественному мнению топ персонаж блин интересно кстати они с пенкиным прям настолько сильно дружат и общаются это неожиданно это жестко неужели он реально может когда-то появится не то что опять же я не то что фанат большой но не призну типа его саундтреки хоть и немного довольно хороши вот это несомненно в любом случае прикольно есть как бы ну типа крупная личность знакомые это всегда очень интересно но я так понимаю что он сам не очень хочет он же в японии живет тоже ну это и понятно но в любом случае жить и дружить блин это разные вещи типа в неком смысле он сейчас ничем не отличается от любого другого ну единственное что он на английском шпарит хорошо потому что он астралийский да не единственный астралийц в этой тиме потому что они ммн оттуда же ой так интересно что будет в следующем подкасте какая тема будет затронул но это будет уже позже как я уже слышал до 11 выпуска мы точно доживем а дальше уже посмотрим в любом случае хорошо хотелось бы конечно 23 да на 23 это очень далеко очень далеко блин 23 выпуск holy shit интересно насколько он популярен надо будет даже глянуть просто в сравнении с другими подкастами все буду заканчивать запись эту да если что там каналы все оригинальные видосы переводы все в ссылках кстати да я даже лайк поставлю вот конец и что это и